Вы станете сильной, принципиальной и счастливой. А сейчас вы сдаёте экзамен для того, чтобы такой стать. Вот так надо воспринимать этот мир. Надо сдать этот экзамен. Мужчинам? Садитесь, пожалуйста. Может быть, вы меня сейчас спасёте? Кто его знает? Вопросы же, они и для меня тоже. Экзамен, не только для вас. Да, я просто напомню ситуацию. Когда только начали с ума инсенера, там был вопрос. Вот у меня работа на данном сложенном. Да, вы посоветовали компанию. Чего посоветую? Это были люди, которые дружили с наркотиками. Как? Которые? С наркотиками дружили. Ну да, надо изолировать её и попытаться. Ну да, я и изолировал. Всё нормально. Отлично, молодец. Молодец, супер. Изолировал. Хороший прикол. Это правильно. Это правильно. Да? Да, вот. А там... Ну... Жена-то с вами, нет? Нет? Вот. Потом я к вам вперёд приехал. Ну, не были. Спрашиваю вопрос. Ну, как будто она... Ну, вот ушла, я ушла. Я спрашивал, сколько ещё у меня? Ну, нет. Ну, мы с ними можем... Ну, как это зато из него? Сейчас? Сейчас? Ну, вообще, вы сказали мне, что... Ждите сентября. Сентября сентября. Сентября сентября. Как вы общаетесь? Ну, дети у нас общие. У нас четверо детей. Ни с чем пообщаться. А дети с вами живут? Нет. Я живу там самым сценарем. Ну... По-разному. Вот когда... Ну, бывают периоды, то есть... Нормально общаются. Вот он бывает... У неё очень слабый разум. Так, я помню. Ну, у нас дети. А? Ну, так вот, это вот дети, да. Я даже не могу там забирать и так далее. Ну, это ужасно. Почему? У меня работа такая, что я не знаю, я уделяю достаточно внимания. Как делать? Сможете. Если она не достойна быть матерью, надо забирать. А если достойна, пусть будет матерью. И надо ей помогать. Не, а просто человек? Всё тогда. Ну, просто она... Слабый разум, она импульсивная, то есть у неё нет устойчивости в жизни. То есть, если сейчас Бог даст, ну, да, женщину, да? И это не будет раз тем, что я хочу сейчас... Не выдерживай, бросив. Нет. Это... Ну, это серьёзный вопрос. И он касается уже индивидуально вас. По вашей судьбе вы не сможете выдержать эту судьбу. То есть, вы не сможете... Другими словами, у вас нет таких сил, чтобы восстановить семью. Причина заключается её глупостью. Ну, то есть, она очень такой отшибленный человек в отношениях. И ей очень трудно понять, как правильно себя вести. Она одинокая, по приводу женщин. Одинокая и независимая. Зависимая? Независимая. Ну, то есть... Независимая. Независимая – это Украина. А она... Независимая. Я знаю, но как бы мы играем со словами просто. Вот. Спасибо, Хмель Геннадьевич. Все так, как вы делаете. Да, вам надо жениться. Вы уже всё, как бы... Вы один не можете уже жить. Вы с ума сойдет. Она... Ну, это такая судьба. Это ваша судьба. Это не женщина. Это судьба перед вами. Ваша судьба, да. Даже не прошлая, а позапрошлая жизнь. Вы отвечаете уже две жизни за свои поступки, которые совершили в прошлом. Так действует судьба. Она у вас очень строгая по отношению к вам. Строгая судьба. Ну, вы должны её принять, и всё будет нормально. Почти принял, почти. В общем, вот, ваш вопрос. Всем добрый вечер, Хмель Геннадьевич. Хочу поблагодарить вас за вашу деятельность. Спасибо, что так вот разумный человек, очень глубокий, и слушайте лекции. Это сложно слушать кого-то, когда ты сам разумный. У меня, как бы, такой вопрос, к вопросу невежественного проведения. Я отношения к женщину, я встретил женщину год назад. У меня просто глобальное изменение произошло, что я не знаю. я заново обрывал от Бога, и я очень сильно поменялся. Я понял, что очень много в жизни грешил, ношение женщины много эксплуатировал, женскую природу, ну, за что он, соответственно, поплатил тебе. Вот. Но у меня, как бы, такая ситуация, я понимаю, что я с этой женщиной, там, потом не отрабатываю, если свою карму. Но, в том числе, я понимаю, что это для меня очень большой вызов. Я в свое время этот вызов принял и начал заново себя обретать. Но у меня какая-то проблема, я как бы понимаю, что я неправильно реагирую на невежественное поведение своей женщины. То есть, я фактически ну, даже вообще не реагирую, да? То есть, какая-то... Я понимаю, что я реагирую слабость. Нереагирование на поведение женщины — это не слабость. Это признак силы и разума. Та женщина ведет себя неправильно, мужчины не реагируют, спокойно относятся. Это признак силы, не слабости и разума. А вот если он реагирует на ее поведение, вот это уже признак слабости. Ну, я понимаю, что она совершает просто невежественные поступки, да? Ну, в том числе для себя. Я понимаю, что я должен проявлять заботу о ней, да? Ну, а как вы будете заботиться, если она отвергает эту заботу? Это невозможно. Чтобы заботиться, нужно, чтобы человек принимал. Вы как бы вы сами чувствуете ответственность за нее? Ну, да. я как бы целенаправленно с... Но она не принимает вашу ответственность. Что делать? Наблюдать. Надо понять, что часто зависимость мешает. Помочь человеку. Она, ну, как всякая женщина, она, когда женщина, она, когда женщина видит очень сильную зависимость мужчины по отношению к себе, она не перестает его правильно оценивать. Она воспринимает его как слабого человека, хотя это иллюзия. Ну, то есть, вы чувствуете, ну, как бы, когда мужчина любит, он так же в эту любовь, если это мужчина разумный, в эту любовь входит так же и забота и защита женщины. Ну, как бы, важнее здесь показать ей вашу спокойность, вашу силу и как бы не независимость, а независимость в хорошем смысле, ну, что вы, как бы, остаетесь самодостаточным и с ней, и без нее. Для этого нужно учиться строить отношения с Богом уже, а не с человеком. И тогда она вас оценит. Сейчас главная проблема, что она вас не ценит в этом проблеме. И так как она не ценит, она поэтому и не нуждается в вашей опеке. Но при этом, с другой стороны, как я чувствую вот вашу нить, вот эту связь, она пользуется все-таки в какой-то степени вашей заботой. Мол, да, у нее бывает, она даже благодарит за то, что я как бы, но... Ну, то есть, она ценит ваше присутствие, но при этом не уважает вас, потому что вы не справились в отношении с ней. Мужчина, который теряет себя в отношении с женщиной, не может быть рядом с ней, потому что таковы законы Бога. Мужчина должен быть сильнее привязанности к женщине, он должен больше привязан быть к Богу. И тогда это благость уже. Но когда привязанность к женщине сильнее, это страсть, и это означает, что близких отношений быть не может. Близкие отношения не всегда находятся в благости. То есть, благость означает, что ты помогаешь человеку, но при этом не зависишь от него. Ну, если вы впадаете в зависимость, то она не будет ценить. Ну, я это тут помню, да, я как раз работаю над этим, я чувствую, как сила растет. Все, вот. Ваша сила растет, будет расти ее уважение. Ну, вот, по поводу невежественных поступков, то есть, не реагировать на них никаким образом, но все-таки строго с каким-то образом. Есть разные поступки, если это измены, то и у вас близкие отношения, то надо дистанцироваться. То есть, что называть невежественными поступками, если предательство, измена означает дистанция всегда. То есть, если вы попустительствуете, во-первых, теряете себя, во-вторых, теряете ее по-любому. Ну, то есть, никогда не надо позволять близкому человеку совершать предательство. Я это понимаю, но, можно сказать, это мужчина мой друг, и там до 3 часов ночи подсидеть с ним и понимаешь, что он открывает душу, да, ему... Она очень необразованная с точки зрения отношений между мужчиной и женщиной. И в этом проблема. Вот тема сегодняшней лекции. Ну, то если мы позволяем себе близкие отношения, близкие, очень глубокие отношения с человеком, который находится в страсти или в невежестве, дальше страдания. Ну, то есть, одно дело забота, мы можем выполнять свой долг, но если мы хотим откровений, близости, а человек не понимает, что такое верность, а это означает невежество, то тогда никакого откровения быть не может. Ну, то есть, вам надо понять, что вы переоцениваете этого человека. Она имеет многие хорошие, очень чистые качества, но при этом она очень глупа в других вопросах, которых вы сильны. Но для того, чтобы ее в этом воспитывать, она должна быть подчиненная вам, но человек, женщина, которая имеет склонность дружить с многими мужчинами, она в принципе не может быть никому подчинена, потому что эта женщина не находится в благости, ее разум очень слаб. Женский разум укрепляется в результате того, что она подчиняет себя одному мужчине. Если женщина не подчиняет себя одному мужчине, ее разум не может быть сильным, она очень слаба, потому что природа женщины это привязанность, женщина всегда живет привязанностью. Но если женщина привязывается сразу к многим мужчинам, она не может быть устойчива в жизни и не может иметь сильный разум. Вы путаете разум с умом, то есть у нее чистый ум, она очень чисто, светло видит мир. Но это не разум, это просто восприятие мира. Это как благочестие с прошлого. Но разум означает правильное поведение. С другой стороны, я просто взял ответственность за нее. Можно брать ответственность только за благостного человека, в полной степени. Если человек ведет себя невежественно, это ответственность губительна. Представьте, вы взяли ответственность за человека, который хочет кого-нибудь поубивать, какой результат вы деградируете. Потому что он выполняет свои желания, а вы ничего не можете с этим сделать. Поэтому подумайте, стоит ли вам за нее брать ответственность. вопрос. Я могу хотя бы как раз проявить свой характер, да, в том, что показать какие-то вопросы, что она ведет себя невежественно, проявить строгость. если она захочет. Но мужчина не является таким безусловно доминирующим фактором в отношениях женщины. Все зависит от ее желания. Я никогда не навязываю своих наставлений по отношению даже к своей жене, которая всегда была верна мне всю жизнь. Я никогда не навязываю, потому что я знаю, что она может принять мои наставления, а может нет. То есть принятие и непринятие это означает и возможности женщины. Ее возможности очень слабые по отношению к вам. Она очень сильно привержена своим желанием жить своей жизнью и очень сильно привязана к тому счастью, которое она хочет испытывать. А она хочет испытывать счастье далеко не благостное. Вот в чем проблема. Поэтому контролировать такую просто невозможно. Ну я это прекрасно понимаю у меня вопрос не контроля а вопрос все таки помощи. Помощь это означает контроль. То есть вы не можете как-то по-другому ей помочь. Вы можете женщине можно помочь если ей объяснять что-то советовать. Но если она хочет слушать эта женщина вас слушать не хочет. Она вами хочет только пользоваться. Все. Она от вас зависит. Она зависима от отнюдь не от вашего разума. Это хитрая позиция. то есть я думаю что очень скоро вы поставите грань ну такой вопрос ребром в отношениях с этим человеком. И я думаю что она не выберет в этом ребре вас. Но я готов к любому развитию потому что то принятие этот человек является недоброй судьбой вашей жизни а злой. Злая судьба иногда имеет сладкий вкус и она вас приведет к другой жене очень разумной доброй не к этой то есть ваша судьба когда вы духовно разовьетесь вам даст другого человека это мой вывод из всех этих бесед которые я сейчас с вами веду я смотрю на вашу судьбу и вижу что этот человек не достоин быть вашей женой хоть вам это очень трудно принять сейчас у нас организаторы здесь нет тот из организаторов надо микрофончик не надо мне надо просто чтобы мне сказали когда уже начинать лекцию надо следить как собираются люди если люди собрались уже собрались да потому что ну лекция тематическая я не могу начинать когда люди не пришли если они не пришли то они потом ничего не поймут а кто купил билеты все вот все что есть сали уже все или нет ну давайте я думаю что еще не все ну спросите вы так улыбайтесь мне что я могу сделать измена в семье всегда означает только одну вещь запомни только одну вещь неправильный образ жизни означает семья идет не к Богу а к материальному процветанию материальное процветание приводит желание развиваться материально в ущерб как бы духовному развитию всегда приводит к одному и тому же результату результат называется разрушение ценностей семейных ценностей потому что люди они от этого внутреннего состояния желания достатка они устают очень сильно психически эта усталость приводит к тому что сильному желанию поменять свою жизнь а люди думают менять жизнь значит менять человека они думают не понимают что надо менять вообще понимание что такое жизнь что такое как я сказала знаний не было поэтому были вынижения и страх потерять все-таки трое детей и какого-то понимания что делать тоже не было в апреле месяце моя подруга познакомила меня с вами заочет и у меня мне кажется за несколько дней все перетернулось я смогла дистанцироваться то есть я попросила идти он ушел и в этот же день расстался с ним в этот же день вот это дистанция не означает развод правда молодец правильно при этом все это было без истерий которые были до этого я сейчас немножко не знаю как мне вести себя с ним по-доброму я веду себя по-доброму мы три месяца дети были у родителей он он все равно приходит он не хочет отдавать ключи он но он с ней живет или с вами нет нет он живет в соседнем доме и снимать себе какой-то там уголочек комнат ну вы может пора его домой пустить уже нет я напускаю давно но он каждый вечер приходит к нам укладывает детей как бы все приносит нам деньги подарки но при этом когда я задаю вопросы какие-то он может навредка очередные по поводу того что все закончилось или что-нибудь такое а на завтрашний день он уже утром все утра стоит вам нужно понять принцип вот вы жили неправильно накопился вот этот грех желание материи не желание Бога а желание материи любовь же не может чистая не может в грязном жить вот это грязное сейчас мешает жить чистым вам нужна молитва просто и ждать человек рядом с вами но его поступок мешает ему быть с вами близко то есть его поступок разрушает его изнутри потому что он добрый человек по природе и его поступок не состыкуется с его отношением к вам сейчас нужна молитва и ждать ждать вы хотите последовательность узнать я вам скажу в тот момент когда у вас в сердце тяжесть по отношению к человеку к этому человеку пройдет а сейчас камень вы как бы чувствуете вы действуете все вы так как вы разумный человек вы совершаете свои действия несмотря на этот камень вы чувство долго ведете по отношению к нему потому что по вашей природе вы хотели хотели бы в этой ситуации расстаться с человеком навсегда вы хотели бы потому что вы да то есть вы хотели бы так сделать но вы так не делаете это значит что вы пересиливаете судьбу сильнее сейчас ее и вам надо постепенно в молитве сделать так чтобы ваша судьба успокоилась ну то есть вам надо успокоиться в сердце когда вы почувствуете спокойствие у него пойдет раскаяние и он придет назад предпринимать говорить ну как бы ты возвращайся живи с нами говорит такие вещи и при этом знать что нужна очень твердая дистанция по отношению к нему нельзя близкие отношения сильно с ним строить вы себя разрушить тема сегодняшней лекции просто он говорит например я ему объясняю я принимаю твои недостатки но я не принимаю твоего недостойного поведения то есть если ты там да нормально нормально есть одна проблема вы не знаете что когда вы допустим воспитываете мужчину надо это делать определенным образом чтобы он не говорил я пошел понимаете то есть если вы говорите что-то мужчине надо говорить это очень как будто как вы младше и говорите старшему я принимаю твои недостатки но я не принимаю твое поведение мой дорогой ну то есть тогда он не говорит не скажет я пошел но если вы это делаете твердо как мать как наставница тогда он не знает что с этим делать потому что он должен контролировать ситуацию он должен быть старшим он должен брать ответственность но если он этого не может с вами сделать потому что вы возвышеннее и разумнее и сильнее тогда он пошел ну то есть вы не знаете как себя с мужчиной вести просто вот в чем проблема все женщины эмоциональные вы не выдерживаете просто сейчас пока отношения если бы вы выдерживали говорили спокойно я говорю что это еще раз вам повторяю что если вы хотите строить с кем-то отношения сначала в молитве достигнете спокойствие в сердце это спокойствие даст вам возможность говорить правильно и тогда человек не уходит но если вы не можете победить судьбу и начинаете близкие отношения с человеком строить то тогда это разрушительно действует потому что вы не можете выдержаться он не может держаться поэтому сейчас близкие отношения невозможны нужно просто выполнять свой долг с ним и вести себя по-доброму внешне. Но если он пытается с вами поближе поговорить, то надо понимать, что это преждевременно и стараться как-то эту беседу вывести на какой-то плавный, добрый исход. Вы хотите быстрее разрешить ситуацию, пытайтесь разрешить ее с помощью беседы. Это невозможно. Ну, то есть это какое-то чудовое время, да? Полгода, год? Полгода. Вот вопрос еще небольшой по поводу вот этой женщины. То есть она очень... Несчастная, одинокая. Да, но она мне, так сказать, потрепала нервы, то есть она сильно дарит, говорит, что я разрушаю ее жизнь и там подобных. Вы разрушаете ее жизнь? Да, да. Не обращайте внимания. Как вы разрушаете ее жизнь? Она как бы вашу шубу одела и как бы... И вы разрушаете ее жизнь. Да, она, мне кажется, она готовила моих детей просто к расставанию, поэтому она очень приятно ко мне относилась. Да не обращайте внимания. Она безумец просто. Она делает умный вид, но она на самом деле она глупая. Не обращайте внимания. Этой женщины в вашей жизни нет. Я искренне желаю счастья, правда. Я даже изменила какую-то молитву, я помню, я раньше проходила, говорила, только найди себе кого-нибудь. А сейчас у меня вот такое прям прощение, мне очень жаль. Неправильное отношение. Ага. Твердый, жесткий стиль. То есть, если она позвонит еще раз, мне просто грубости, да, популярен? Не грубо, а твердо надо сказать. Моя дорогая, пойми, что у нас семья, а ты в нее лезешь. Поэтому не надо сюда звонить, стучать, что-то хотеть. Ты здесь никто. И тебя зовут здесь никак. Если бы ты правильное отношение с нашей семьей строила, милости просим, но ты залезла в сокровенное. Поэтому, ну, как бы, тебе место только одно. Это ноль. Место ноль в нашей жизни. Спасибо большое. Мои хорошие, благость, страст, невежество не означает... Такие ночи на 80%. Пришли все. Все, да? На 80%. Пришли, а у остальных будет до 8 точно идти. Да? Ну, хорошо. Все, тогда лекцию начнем. Благость, страст, невежество не означает... Благость не означает... Ля-ля, тру-ля, молодцы, знаете, все, это хорошо. Благость разная бывает. А где звук. Я благость хотел показать розу, а звука нет. Дайте мне звук. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, что слово «честь» забыто, и что в чести набеты за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилье, вот только жаль распятого Христа. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне. Это правильно. Нужно помогать, но жалость — это неправильное чувство. Сломанные крылья надо восстанавливать. Но жалость означает потакать сломанным крыльем, потакать. Вот ответ на ваш вопрос. Потому что всегда человек страдает от незнания. Не от того, что он что-то сделал, а от незнания. Что делать, вы не знаете просто. Это для меня был определенный риск, но с точки зрения с точки зрения бизнеса проводить эту лекцию. Потому что тема вообще непонятная. Какие-то блага, страст, невежество, как себя вести, что такое. Но пришли те, кто надо. Потому что есть люди, которые хотят разобраться глубже в жизни. Не просто там, как себя вести по отношению к близкому человеку, чтобы он не ушел. А мы говорим с вами о серьезных вещах сейчас. Серьезной лекции. Ну то есть, весь этот мир делится на три слоя. Знание всех этих трех слоев и правильное поведение, четко правильное поведение по отношению к трем этим слоям, приводит человека к счастью. Человек становится счастливым. Потому что он знает точно, как себя вести в разных ситуациях. Для того, чтобы это знать, нужно понять, что это за три слоя вообще. И для чего они нужны. Ну то есть, благостный слой — это люди, которые имеют правильное представление о счастье. То есть, правильное это представление означает концепцию жизни, то есть, настройка внутренняя. Такие люди благостные, они понимают, что счастье придет тогда, когда я поменьше буду думать о себе и побольше о других. Когда моя цель жизни будет самосовершенствование и Бог, и когда я буду выполнять все заповеди Священных Писаний в своей вере. Ну то есть, благостная жизнь означает, что человек, ну, самой жизни, которая происходит здесь, не придает такого слишком большого значения, как все остальные. Понимаете, вот, ну, как бы он жизнь рассматривает в более дальней перспективе, это означает благость. Ну то есть, человек живет для будущего сильно. Не с точки зрения своего экономического состояния, а с точки зрения своей судьбы. Потому что, когда человек уходит из жизни, он не может взять с собой ни деньги, ни власть, ни положение в обществе. Он берет с собой только свои поступки и знания. Поступки будут решать, в каких условиях ему жить, а знания даст ему возможность жить. То есть, фактически, самое главное в жизни — это знания. Но если человек имеет знания в сердце, оно неразрушимо. То есть, в этом жизни ты живешь следующий. Знания остаются с человеком. Иногда несколько жизней нужно для того, чтобы вспомнить то, что ты знал. Иногда человек совершает плохой поступок, и у него на несколько жизней знания утрачивается. Но потом он вспоминает это все через сердце. Вы говорите, я начала слушать лекции, и за несколько дней все поняла. Это знание вернулось, ваше знание. Невозможно все понять на несколько дней. То есть, человек копит знания жизнями. Жизнями. Это сложная вещь. Но когда оно приходит, человек во всем, когда разобрался, он счастлив. Он точно знает, как ему надо жить. Но надо также знать, что большинство людей на этой земле, они не имеют знания, как надо жить. Они живут веяниями. Ну, то есть, они живут тем, как все живут. То есть, они думают, что вот то, как все думают, и как все, ну, общая вот эта вот тенденция, это и есть правильно. Это называется жизнь в страсти. То есть, люди в основном выживают в этом мире. Ну, то есть, если взять большинство людей, они чем занимаются? Какая концепция их счастья? Я хочу быть счастливым. Это значит, что я хочу, чтобы счастливы были мои дети, моя семья, моя страна. Это уже в лучшем случае. Понимаете? В основном у всех ограничивается я и мое. А чтобы еще моя страна, это мое уже более расширенное. Это уже сложно. Еще моя вера, это еще, это тоже эгоистично, но еще шире. Моя вера, моя традиция духовная. А есть люди, которые вообще, ну, как бы, перешагнули через мое. И они живут на благо других людей. Они лучше понимают, кто такой Бог в этом случае. Но при этом ничего мое не отвергается. Ну, то есть, есть, допустим, моя вера, но при этом я не против чужой. Понимаете? То есть, если я разделяю, значит, там присутствует эгоизм. Ну, то есть, другими словами, страсти, больше или меньше, страстная концепция жизни, больше или меньше присутствует у всех людей на земле. Ну, допустим, мне надо дышать. Если меня сейчас воздух забирать будут, я буду вести себя страстно. Или кто-то придет и будет пытаться меня уничтожить, я буду защищаться. Ну, то есть, это не благость, да? Благость означает знание, доброта там. Ну, сама по себе защита или твердое поведение не является в полной степени страстью. Это элемент страсти в жизни. Ну, то есть, каждый человек должен зарабатывать себе на жизни. Он должен содержать семью, быть успешным, быть влиятельным. Это необходимо в жизни. Но если человек считает, что это самое главное в жизни, то тогда он разрушает сам принцип жизни. То есть, сама цель жизни нарушена. То же самое, мы живем для того, чтобы есть, или едим для того, чтобы жить. Страсть означает, что мы живем для того, чтобы есть. Ну, то есть, человек зашоривается на своих потребностях. Для него ипотека, квартира, достаток, положение в обществе, все становится главным в жизни. А если это все становится главным в жизни, то, смотрите, идея страха или самовыживания становится главным. В страхе есть любовь. Вот если человек как бы выживает, и это самое главное, то ни бескорыстие, ни щедрость, ни доброта, ни самопожертвование, а самовыживание становится главным. Это концепция страсти. А в самовыживании есть любовь? Нет. Поэтому и разрушаются семьи. То есть, люди упахались, упахались вместе, счастье все меньше и меньше становится. И дальше что? Ну, человек, вот мужчина, он воспринимает под счастьем женщину. Он не понимает, что счастье означает Бог, святость, чистота. То есть, это более высокие концепции, и до них надо дойти. То есть, для обычного человека мужчина счастье – это женщина. Для женщины счастье – это мужчина. Для обычного человека. И если я с этой женщиной неплохо упахался, то мне же нужно счастье, я не могу без счастья жить. Значит, другая женщина. Но при этом, если человек верный, то элемент благости присутствует. Верность – это уже не страсть. Верность – это бескорыстие. Это означает, что что-то есть шанс. Понимаете, благостная концепция жизни. Человек освящен знанием. Страстная концепция жизни. Он живет, как все. Невежестная концепция жизни. Я хочу быть счастливым. И мне все равно, будут счастливы все остальные вокруг меня или нет. Понимаете? То есть все эти разные концепции ведут человека в разные стороны. Невежестная концепция ведет деградации в ад. Страстная концепция оставляет человека в этом мире суетливых людей, которые куда-то бегут, все время чего-то хотят. А благостная концепция ведет человека в рай, потом выше, выше. То есть уводит его из материального существования к светлому миру, в котором нет рождения, старости, смерти. Я сейчас вот эти слова говорю. Для вас, для многих, это вообще какая-то моя фантазия. Но я сейчас не фантазирую. Я говорю вам очень серьезные вещи, которые вы или готовы понять, или нет. Потому что цель человеческой жизни – это не вырастить детей, а уйти в духовную реальность, в которой нет страданий и нет смерти. В этом смысл человеческой жизни. Самый высший. И если забраться вообще в самой жизни, вот как человек живет, то можно увидеть, что когда человек делает шаги в эту сторону, у него все становится лучше в жизни. А когда он делает шаги в другую сторону, все становится хуже. Но на дальней перспективе. Сейчас, прежде чем разбирать, как относиться к благостным, страстным, невежественным людям, я хотел бы сделать кое-что другое. Я хотел бы позаниматься некоторым ликбезом. Это будет просто сравнительный анализ. Итак, связь вот этих сил, благости, страсти и невежества с разными вещами в жизни нашей. Значит, психика человека благостного, сбалансирована, страстного, напряжена из-за того, что у него много привязанности. То есть человек напряжен, потому что он не может без каких-то определенных условий быть счастливым. Ну, допустим, нет квартиры нормальной, значит, я буду ждать, когда она будет. Это напряжение. Если у меня нет, допустим, работы, я буду ждать, когда будет работа и так далее. Человек страсти, он всегда ждет чего-то, поэтому напряжен. А у невежественного человека психика нарушена, потому что невежество означает протест вообще против этого мира. Человек или в депресснике находится, или выпивает, или наркотики, или гуляет. Ну, то есть он восстал против законов этого мира, как бунтует. Поэтому у него не может быть нормальная психика, у него не может быть гармонии с окружающими людьми. Невежественный человек. Потребность во сне средняя. Благостного человека, там, допустим, 7 часов. У страстного, так как он перенапряжен психически, ему надо больше спать. 8-9 часов, у невежественного человека больше 9 часов, там, 9-10-11. Потребность во сне высокая. Контроль чувств. Благостного человека хороший. У страстного неустойчивый. У него то хороший, то плохой. У невежественного слабый. Речь спокойная, мирная. Благостного человека. У страстного человека речь напряженная. Универсная или грубая, или унылая, наоборот, депрессивная. Чистота и внутренняя, и внешняя, и внешняя благостного человека высокая. У страстного человека показная. Ну, то есть, внутри он грязный, снаружи чистый. У невежественного вообще нет никакой чистоты. Ну, то есть, он просто грязный во всех отношениях. Работоспособность у благостного человека мотивирована любовью к труду, любовью к людям, и поэтому высокая. У страстного человека мотивирована нуждой, и поэтому работоспособность может быть достаточно высокая, но она изнашивает человека, то есть, он изматывается, потому что он мотивируется не счастьем, а страхом. Но тот, кто страхом мотивирован, он всегда изматывается. У невежественного человека всегда низкая работоспособность, потому что в конфликте невозможно наполниться. Если человек постоянно в войне находится со всеми, то где там будет работоспособность, он не пополняется. Сильные эмоции, такие как гнев, у благостного человека возникают редко, у страшного человека возникают в трудные периоды жизни, у невежественного – постоянно. Желания. Материальные слабые у благостного человека, духовные сильные. У страстного материальные сильные, духовные слабые. Видите, у страстного человека тоже есть духовные желания, но они слабые. А у невежественного человека отсутствие духовных желаний, у нет духовных желаний. У него очень сильные, безудержные материальные желания. Чувство застоянства, как работает у благостного человека Скромность к себе, уважение к другим Чувство собственного достоинства у страстного человека Сильное уважение к себе и показное уважение к другим Человек делает вид, что он всех уважает, но на самом деле нет А у невестного человека, у него сильное уважение к себе и открытое неуважение к другим То есть он ничего не скрывает в этом плане. Мы сейчас распознаем друг друга просто. Время суток главное для благостного человека, главное это утро в жизни. Для страстного это день. И для невежественного это вечер и ночь. Ну и соответственно, кто выходит на улицу вечером, как бы смотреть. Кто выходит днем на улицу, кто выходит утром. Благостные люди идут на высшие планеты, страстные остаются здесь, на средних. Невежественные идут на низшие. Стороны света. Восток это благость. Север-юг это страсть. И запад это невежество. Стороны света. Местность. Равнина это страсть, низина это невежество, а горы и лес это благость. Поселение общины вокруг храма это благость. Город это страсть. А сельская местность без храма это невежество. Сооружение. Храм, благость, рынок, страсть, публичный дом невежество. Даже животные находятся под влиянием этих сил. Корова благостное животное. Лошадь страстная, а верблюд невежество. Птица, лебедь благостный, голубь страстный, ворона невежество. Рыбы, дельфин благостный, осетр страстный, пиранья невежественные. Насекомые, сверчки благостные, муравьи страстные, тараканы невежественные. Летающие пчелы благостные, бабочки страстные, мухи, комары невежественные. Видите, это силы, эти силы весь мир делят, понимаете? То есть, это не то, что люди только. Цвета, насекомые, птицы, растения, все. Растения банан благостные, перцы страстные, чеснок, конопля невежественные. Водяные растения лотос благостные, морская капустная страстная, ряска невежественная. Бактерии молочно-кислые благостные, кишечная палочка страстные, дизентерильная палочка невежественная. Умиротворение – это благость, беспокойство, страсть, безудержность, невежество. Любовь, возвышенная любовь, направленная на близких, окружающих людей, всех живых существ и Бога, благостных. У страстных. Любовь направлена на близких, на себя, свою нацию, свою веру и все остальное свое. Поэтому корыстная любовь. А у невежественных людей только к себе самому и больше ни к кому направлена любовь. Критика в основном себя у благостных людей, тех, кто не со мной, у страстных, и всех, кроме себя, у невежественных. Использование денег на благие цели для блага всех, и в том числе и своих, ну на благо, всех на благо. У благостных людей для себя, но без вреда другим, у страстных, для себя и во вред другим, у невежественных. Удовлетворенность постоянная, у благостных неустойчивая, у страстных редкая, у невежественных. Благостные люди легко прощают, страстные с усилием, невежественные вообще не могут прощать. Концентрация внимания сильная на позитивном и духовном у благостных людей, слабая на негативном у благостных. У страстных сильная концентрация на своей цели, материальной, слабая концентрация на позитивном и средняя на негативном. Невежественных людей сильная концентрация на негативном, очень слабая на позитивном. Постоянная. Память хорошая на позитивное у благостных, хорошая на негативное у страстных. Поэтому все вот эти вот новости, 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 какие негативные. Для кого? Для страстных. А страстных людей на земле это 90%. Поэтому в основном все вокруг страсти движется на земле. Правдивость всегда в соответствии с Писаниями. То есть чувство правды благостного человека. Не моя правда, а правда как Бог решает. Страстный человек. Моя правда. Он сам чувствует правду. Это не Писание говорит правду, а я считаю правду. Я знаю правду. Вот. А у невежественных людей вообще нет никакой правды. У них есть только выгода. Это и есть их правда. Творческий потенциал у благостных людей очень высокий. У страстных непостоянный. У невежественных низкий. Изучение духовной литературы очень высокое у благостных. Несерьезное и ритуальное у страстных. А у невежественных вообще никакой духовной литературы. Благостные люди читают священное Писание. Страстная художественная литература. А у невежественных детективы и триллеры. И так далее. Благостные всегда соблюдают режимы дня. Страстные иногда. Невежественные никогда. Питание. У благостных людей вегетарианская пища. Приготовленная в соответствии с правой чистоты, здоровье, освященной молитвами. У страстных людей пища в основном популярная. С чрезмерными сладкими, терпкими, горькими, кислыми, солеными вкусами. А также высокая концентрация мясной и рыбной пищи. У невежественных людей мясо, рыба – это основная пища. Она очень жирная, пережаренная. И как бы несущая злые качества. Интоксикации у благостных людей нет. У страстных курения, кофе, чай. А у невежественных – спиртной и наркотики. Разум благостных – сильный, чистый. У страстных людей сильный и грязный. А у невежественных – слабый и оскверненный. Вы не устали? Я вам просто рассказываю разницу. Вот страстные люди верят в Бога? Верят. Но они верят в Бога для того, чтобы от него что-то взять. Благостные люди для самосовершенствования верят в Бога. А невежественные люди верят в привидений духов, злые силы. И также они верят в злой заговор. То есть, что масоны там, евреи, элиты, мировые элиты управляют миром. То есть, они понимают, что миром Бог управляет. Невежественные люди. Я вчера вырос в Тель-Авиве, когда читал лекцию, три человека сразу попалось в одной засаде. И засада такая. Они поверили, что их кто-то сглазил. Это называется вера в невежестве. Человек может заниматься духовной практикой, работать над собой, слушать лекции. Но есть вера, у человека есть вера, которую он культивирует в себе, а есть вера, которая в нем сидит в глубине. Два типа веры у человека всегда. И та вера, которую он культивирует, постепенно займет главенствующую роль. А та вера, которая сидит в глубине, она уже главенствует. И если вам кто-то сказал, что вас сглазили, и вы не можете без этого жить, теперь уже видите, что так оно и есть. Это называется вера в невежестве. А вера в невежестве связывает человека со злыми силами и с духами. И заставляет его жить так, как ему сказали. Ну то есть фактически эта вера приводит его к этому результату. Запомните, страстные люди верят в успех. Благостные люди верят в знания и чистую жизнь, и Бога. А невежественные люди верят в негатив, в злые силы. Теперь, мои дорогие друзья, для чего я вообще, как бы, вот эту лекцию затеял? Я хочу вам сказать одну вещь, которую вы должны очень глубоко понять. Это самое главное, что я сегодня хочу сказать. Вот эти три силы, они так сильно влияют на сознание человека, что поменять это сразу невозможно. Нужны годы, чтобы человек из одной силы, из-под влияния одной силы перешел под влияние другой. Потому что фактически вот эти три силы, это три способа идти по дороге своей судьбы. Понимаете, если, допустим, человек может, допустим, ехать на машине, идти или сползти по судьбе, да, ну, он может легко, допустим, взять, там, допустим, поехал на машине, взял, вышел, пошел. То, понимаете, если говорить про судьбу, то если ты в лагости живешь, едешь на машине по судьбе, быстро очень побеждаешь судьбу, то это не значит, что страстный человек так же может сделать. Понимаете, очень много связей, очень много того, что держит человека, не дает ему возможность перейти в благость. Неверственного тоже очень много, что держит. И самое главное, что держит человека в жизни, это его чувство счастья. Понимаете? Поэтому постепенное движение, постепенное. Но в чем заключается проблема тех, кто встает на путь самосовершенствования, то есть вас и нас? Проблема заключается в том, что мы слишком быстро хотим помочь тем, кто не в благости находится. И еще вторая проблема заключается в том, что вы слишком быстро себя отраздеснять начинаете с благостными людьми. Не понимая, что страсти и невежества оказывают на сознание колоссальное влияние. Для этого надо это все изучать. Вот, например, мясо хочется, это влияние невежества. Хочется переспать там с другой женщиной, не с женой, это влияние невежества. Хочется в морду кому-то набить, это влияние невежества. А невежество означает деградации. Ну, то есть на наше сознание есть такое влияние. Когда человек ставит занятость свою в жизни выше самосовершенствования, то страсть, не некогда сегодня пойти на лекцию. Ну, бывает такое, что некогда, всякое бывает, конечно же. Но если человеку всегда некогда пойти на лекцию, значит, и для него он зашорен работой. Понимаете? И это не то, что ему не повезло, это его восприятие мира. Вот понимаете, люди так сильно отличаются друг другу в восприятии мира. Давайте я вам сейчас эту разницу покажу. И я сейчас о чем вам хочу сказать? Самое главное. Вы не пытаетесь людей быстро поменять, это невозможно. Потому что в этих попытках вы будете разрушать свои семьи, разрушать отношения, терять работу и так далее. Благостный человек очень должен терпеливо и снисходительно относиться к этому миру, к жизни людей вокруг себя. И очень позитивно и ласково понимать, что каждый человек движется по судьбе своими темпами. И если, допустим, вам какой-то человек очень дорог, это не значит, что вы можете этот темп изменить. Ну, то есть он движется как может. И он будет двигаться всегда как может. Вы, ну, если, допустим, быстрее движетесь по судьбе, это значит, что у вас немножко другая судьба. Мы можем жить вместе, но движение к истине и восприятие мира может у одного человека немного быстрее меняться, чем у другого. И надо к этому это принять. Вы не сможете с этим ничего сделать. Итак, смотрите, пласты сознания. Я просто вам описываю, как человек воспринимает мир. Что такое атеизм? Атеизм — это особая форма жизни в человеческом теле. Вот в человеческом теле есть форма жизни. Это другой мир, свой мир восприятия жизни. Этот мир означает, живем один раз, поэтому пей, гуляй, выселись. Понимаете, нету никакого в следующей жизни. Так как я являюсь телом, вот этим телом, поэтому секс — это и есть любовь. Если секс не получается, любви нет, чего вместе жить тогда, потому что живем один раз. Лечение — это химия. Я — тело, значит, мне помогут только таблетки. Все остальное — это фигня, это выдумки. Таблетки лечит, потому что я — химия, я состоюсь из молекул. Дальше. Питание. Белки, жиры, углеводы, витамины. Потому что я же кушаю, что кушает тело. Это значит, что мне нужны белки, жиры. И в чем заключается сбалансированное питание? Это сбалансирование между жирами, белками, углеводами. Понимаете? Отношения очень прагматичные у человека, у атеиста, очень прагматичные отношения. Он не понимает, что такое совесть. Для него есть как бы... Если это я получаю что-то от этого, значит, нормально, живем, не получаю, чего жить. Понимаете, вы не поменяете это за пять минут. Это у человека давно внутри так. Не с этой жизни. Давно. И если вы видите, вот так человек себя ведет, он не может вырваться за пять секунд из этого сознания. Это очень глубоко внутри. Следующий уровень сознания называется нравственный атеизм. Это то, что мы видели в Советском Союзе. Ну, то есть, атеизм, но нравственный, означает, что есть понятие совести, есть понятие долга, чистоты, правильного поведения, все прочее. Но все равно живем один раз. Для чего живем? Для следового будущего своих детей. То есть, я продолжаю свою жизнь в своих детях, считают, нравственный атеист. Ну, то есть, я живу в будущих поколениях и также в своей славе. Ленин всегда живу, и Ленин всегда со мной. Вот. Я в своей славе живу. И я живу для славы Родины, для того, чтобы дети были счастливы. Это нравственный атеизм. То же самое, как бы идеи, те же самые. То есть, но уже появляется понятие здорового образа жизни. Ну, то есть, люди понимают, что нужно заниматься спортом для здоровья, там и так далее. Атеист просто, он как бы по барабану. Он просто живет, как бы и живет. Вот. А нравственный атеист, он уже хочет развития, он хочет культуры, он хочет сохранения семьи. Для чего? Для светлого будущего. То есть, у него нет светлого будущего, у него лично. Потому что он же умрет, и все, его не будет. Но есть светлое будущее у Родины, там, у детей и так далее. Такая философия. Восприятие мира. Опять же, у атеистов всегда, только наука является основой восприятия мира. Если наука подтвердила, это истина. Наука не подтвердила, это ложь. Вот, допустим, если его нравственного атеиста спросить, что такое любовь, он скажет, любовь это хорошо, но наука пока точно не знает, что это такое. Поэтому я тоже не могу сказать, что это такое. Он так воспринимает мир. Теперь дальше, следующий уровень. Это пласт жизни. Вы не сможете поменять этого человека за пять секунд. И не сможете его сразу сделать там более высокий платформ, потому что это жизнями меняется. Очень медленно человек. Следующая концепция – теизм. Или, правильнее сказать, ритуальный теизм. Что это такое? Человек верит, что Бог есть, и Он нужен для того, чтобы мне помочь. Быть счастливым. Вот такая концепция. То есть, Бог есть, но Он для чего-то нужен в моей жизни. То есть, настолько сильно человек вокруг себя настроен, то есть, у него все равно, его жизнь крутится вокруг него. Поэтому Бог тоже крутится вокруг него. И поэтому, как бы, Он в храм, все молитвы ритуального теизма означают просьба всегда. Он приходит в храм, начинает просить у Бога то, просить у Бога сё. И Богу надо постоянно напоминать. Он, наверное, старый, уже давно живет. Может быть, у него склероз. Он забывает, у него много живых существ. Надо постоянно ему много раз просить, чтобы он сделал то, что мне надо. Постоянно ему напоминать о себе. Понимаете, да, восприятие мира? Ну, то есть, человек в страхе находится перед Богом. Он боится Бога. Думает, Бог его, ну, в лучшем случае не накажет. Но, скорее всего, накажет. Ну, Бог такой немножко злой. И он постоянно всех наказывает. И поэтому надо всё делать правильно, чтобы Бог не наказал. А если не буду делать правильно, то всё, капец мне. Ну, то есть, у человека, у ритуального теиста есть совесть. Но он не понимает, что с ней делать. Ему кажется, что надо делать всё правильно. Ну, это, знаете, как человек пришёл куда-то, и он такой зашуганный, такой идёт, как бы... Всё надо сделать правильно, чтобы никто меня не поубивал здесь. Понимаете? То есть, и он поэтому, у него постоянно какие-то ритуалы, он хочет всё делать правильно. Но зачем он не понимает до конца? В основном, вера основана на страхе. Дальше. Нравственный теизм. Следующий уровень. Это означает, что человек живёт на благо других. Он живёт по священным писаниям. Он Бога воспринимает не как страшного такого дядю, который всех наказывает, а он воспринимает его как того, кто даёт ему знания. И если он его наказывает, то наказывает правильно. Ну, то есть, нравственный теизм означает, что человек открывается глаза на этот мир. Он начинает видеть, что этот мир добрый по природе. Просто я сам туплю. Ну, то есть, этот мир наказывает, если ты идёшь не туда. Может, строго наказывать, но он не имеет злую природу. Сам этот мир. Злые силы не господствуют здесь, в этом мире. Они просто выполняют какую-то роль свою. Ну, то есть, нравственный теизм означает, что человек желает всем счастья уже, любит природу, любит людей вокруг. И живёт, ну, изучает, хочет жить в соответствии с сознанием. Но есть ещё выше уровень сознания, чем нравственный теизм. Это уровень называется беззаветная преданность Богу. Ну, то есть, человек живёт для Бога, а не для своего счастья. И вот здесь концептуальный сильный переход происходит. Понимаете? То есть, до этого всегда человек жил для своего счастья. Но, когда человек перешагивает через эту черту, то он уже не житель этого мира. То есть, если человек выполняет миссию просто в этой жизни для Бога, он живёт для Бога, то этот человек уже не принадлежит этой земле. Он принадлежит Богу. То есть, человек за одну жизнь может всю свою плохую судьбу сжечь и уйти в духовную реальность. Потому что он живёт для Бога. Это очень редкие люди. Это называется истинное отречение. Отречение не означает не хотеть видеть этот мир, весь этот мир плохой, греховный, такой чистый, возвышенный. Это не отречение. Это хитрая позиция. Отречение означает миссия. То есть, человек идёт в этот мир для того, чтобы помочь людям. И он это делает, потому что он знает, что Бог хочет от него этого. Понимаете? То есть, это может быть монах или просто обычный человек. Ну, то есть, служение Богу – это более высокая концепция жизни. Ещё более высокая концепция называется «любой к Богу». Это уже святость. Вот это и есть самое высокое, что может быть для нас на этой земле. Если человек нашёл контакт с таким человеком, который любит Бога, то эта любовь к Богу сразу же закладывается в его сердце, как основа жизни. И она разрушает все препятствия к прогрессу. Поэтому высшая цель человеческой жизни – это найти контакт со святостью, с тем человеком близкие отношения построить, который вышел на этот уровень развития сознания. Вы можете этот контакт установить просто через икону. Есть Сергий Радмичский, Рафим Саровский, Мать Тереза там и так далее. Они все достигли высшей цели человеческой жизни. Если вы с ними строите отношения, то вы тоже достигаете высшей цели человеческой жизни рано или поздно. Потому что правило номер один – близкие отношения решают всё в моей жизни. Если я, допустим, близкие отношения строю с человеком, который плюёт ко мне в лицо, он как бы не верен мне, то я деградирую. Потому что это очень энергозатратно – строить близкие отношения с тем, кто твоё сердце вырезает ножом. Если же ты строишь близкие отношения, близкие отношения глубокой веры, если ты строишь близкие отношения с тем, кто идёт к Богу, чист по природе, то он никогда тебе не предаст. И это значит, что твоё сердце орошается счастьем в таком случае. Сегодняшнюю беседу я посвятил тому, чтобы вам стало легче жить. Давайте будем разбираться во всём, дорогие мои, серьёзно. Потому что очень много вопросов на эту тему. Я не могу вам индивидуально на них отвечать. Вот смотрите, вы хотите ведь счастья, правда? Счастье бывает разным. Вот, допустим, в основном у вас у всех близкие люди находятся в страсти. В основном. Редко, когда в благости. Ну, то есть, что это значит, близкий человек находится в страсти? Близкий человек всегда олицетворяет мою судьбу. Это значит, что я в прошлом к Богу не хотел. И благостной жизни жить не хотел. В прошлой жизни и сейчас судьба мне говорит, ну, что ты такой шустрый? Ты вот, ну, как бы поживи со мной ещё немного. И пойми, заплати цену. Понимаете? То есть, когда мы вот видим перед собой человека, который не интересуется самосовершенствованием. Для него какие-то лекции, это всё секта. Ну, то есть, он не воспринимает вообще ничего, что связано с самосовершенствием, этот человек. Это ваша судьба, и вы должны к ней относиться по-доброму. И если это произойдёт именно так, тогда между вами и этим человеком будут близкие отношения. Потому что в основном люди думают, что близкие отношения – это означает очень сокровенная беседа. И это так. Но такие близкие отношения вы можете строить только с духовно развитыми людьми. И ещё очень важно понять, что есть два типа близких отношений. Одни близкие отношения приносят личное счастье, но знайте, что эти близкие отношения вовсе не сокровенные. Потому что когда человек, допустим, мужчина с женщиной живёт, они просто наслаждаются друг другом. А когда люди наслаждаются друг другом, в этом нет ничего сокровенного. Сокровенное означает полное бескорыстие. Поэтому семейные отношения по определению не могут быть слишком сокровенными. Даже если человек рядом с тобой, духовно развитый, но ты с ним ведёшь семейную жизнь, это значит, тебе очень трудно будет делиться сокровенным именно с ним. Потому что ему этого от тебя не надо, он хочет счастья от тебя. Ну, допустим, он тебя целует, ты ему говоришь, слушай, погоди, давай подумаем о Боге. Он говорит, слушай, я тебя целую. Я наслаждаюсь тобой вообще-то. Понимаете, да, о чём я говорю или нет? Вы хотите сокровенных отношений от того человека, который хочет вами наслаждаться. Это как анекдот такой тоже духовный. Ну, как бы, волк бежит за зайцем, чтобы его скушать. И заяц думает, ну, сделай его верующим человеком, дай ему, как бы, религиозную совесть. Богу говорит. И Бог такой, он бежит за зайцем такой. Господи, дай мне, дай мне вкусную пищу. Стал религиозным. Ну, за зайцем всё ещё бежит. Ну, то есть, о чём это, что это значит? Это значит, что если вы хотите глубоких и чистых отношений, хотите их где-то в другом месте. Разделите, понимаете, если вы хотите глубоких и чистых отношений, идите в храм, найдите наставника. И общайтесь глубоко и сокровенно. Причём, надо ещё смотреть, что за человек. Если женщина, лучше наставницу найти себе. Мужчине, может, наставника. Мужчине не надо, вот когда он начинает идти духовным путём, не надо наставницу себе находить, мужчине. А женщине не надо наставника находить. Потому что она не понимает, что такое сокровенно ещё. Она думает, что если он меня любит, значит, это сокровенно. Но он смотрит на меня, такой улыбается. Значит, мы сокровенно общаемся. Понимаете, наставник — это тот, кто не воспринимает тебя как тело. Он не улыбается тебе как женщине. А если улыбается, значит, он не наставник. Он дисквалифицирован. Хи-хи-хи. Вот вам и хи-хи. Итак, хотите счастья в этой жизни? Разделите одно с другим. Счастье близких отношений, то есть семейных отношений. Это счастье, в котором люди наслаждаются друг другом. То есть они испытывают вместе наслаждение, когда хорошая судьба, и вместе испытывают страдания, когда плохая судьба. Всё. Вот это счастье такое близких отношений. Не надо путать. Но если вы хотите близкие отношения превратить в духовные, это другой вопрос. Для этого надо поставить дома духовную музыку включать, поставить алтарь, пищу всегда освещать, когда вы готовите чистоту духовной поддержки. И постепенно близкие люди будут очищаться. Это то, что надо делать вообще в семье, для того, чтобы её сохранить. Потому что запомните, когда вы вместе живёте для того, чтобы вырастить детей, для того, чтобы улучшить свои жилищные условия, для того, чтобы у вас работа была крутая. Это вовсе не означает верность. Вот некоторые люди думают, «Только у нас же семья, у нас же дети, у нас же квартира, у нас родственники, мы же с тобой расписаны. Почему ты меня бросил?» Вот запомните, когда у вас семья, квартира, родственники, дети и работа, это вовсе не означает верность. Это означает просто очень сильная заинтересованность быть вместе. Но эта сильная заинтересованность, ещё раз повторяю, заканчивается, когда человек упахался. Чем больше желания, достатка, тем меньше сил жить, потому что это желание увеличивает напряжение в человеке. И приходит такой момент напряжения, когда человеку это уже всё не надо, ему нужно просто счастье. И поэтому он как бы уходит к другому человеку, потому что он счастье под счастьем воспринимает, просто человека всегда. «Люди в благости верят в Бога, люди в страсти верят в людей, а люди в невежестве верят в себя и в чертей, в злые силы». Ну не то, что они поклоняют чертям, они просто верят в то, что его сглазили, испортили, то, что прокляли, нашу страну прокляли. То есть у них такие разговоры. Понятно, да? Ну то есть веру не поменять за пять секунд. Если человек упахался, у него дети, жена, там всё, но счастья нет. Человек не может пожертвовать своим счастьем ради того, чтобы остаться в семье. Не может страстный человек, понимаете? Потому что для него его счастье является самым ценным в жизни. И поэтому он бросает всех и уходит в другой. Апгрейд. Сделает апгрейд. И запомните, если вы живёте вместе с кем-то и постепенно не переводите жизнь в духовную плоскость, то тогда человек обязательно уйдёт. Обязательно. Это моё предсказание. Почему? Потому что люди все постепенно перенапрягаются в страстной жизни. Страстная жизнь что делает человеком? Она забирает у него свободное время, здоровье, силы, терпение, спокойствие и постепенно приводит его к неизбежному краху того, что у него сейчас есть в жизни. Ну то есть если человек живёт одной нуждой, то есть он живёт работой, домом там и всё прочее, это всё приводит к краху. Понимаете? Почему у нас так получилось? Потому что вы неправильно жили. Ответ очень простой. Поймите, что только святость, только чистота, только Бог, только духовное даёт человеку настоящее орошение сердца, облегчение и даёт ему совесть, даёт ему знания. То есть мужчина, который, допустим, ещё, допустим, женщины говорят, «А у меня муж, как бы он не в благости находится». Женщины, поймите, если говорить о благости, то у женщины сердце ближе находится к Богу. Ну то есть Бог так сделал, что женщина, она чище воспринимает мир. И она должна своему мужу передать это восприятие. Вот вы говорите, «Олег Геннадьевич, я хочу за такого мужчину выйти, чтобы он был в благости и вёл меня к Богу». Это вы говорите о результате уже своей жизни. А у Бога другие планы. Он вам даёт мужчину, который нуждается в вашей чистоте, чтобы вы вот своё чистое восприятие мира передали ему, и тогда он вас за собой поведёт. Вот такой расклад, понимаете, у Бога. Потому что мужчины, которые идут к Богу, или в монастыре живут, или все заняты. А метод как бы современной женитьбы означает вынь золото из грязи да помой. Вот и мойки. Ну то есть у вас есть мужичок. Мужская психика зашорена сильно на работе. Для мужчины благость означает ответственный труд, сохранение семьи, очень серьёзное отношение к своим обязанностям. Вот это была мужская благость. Женская благость означает чистота в сердце, совесть и движение к Богу. Вот когда женщина создаёт такую атмосферу в доме, где идёт движение к Богу, мужчина постепенно начинает тоже осознавать необходимость этих вещей. И как только он осознает, значит, вы на 90% обезопасили себя от одиночества. 100% никогда не будет в этом мире, потому что бывает тяжёлая судьба, которая косит всех. Ей всё равно, хоть вы благостны, хоть страстны. Итак, смотрите, вы хотите счастья с близким человеком. Разделите две вещи, понимаете? Если вы хотите ему откровенно говорить о своих реализациях духовных, вот именно мужу, жене, то это даже как бы мне тяжело, понимаете? То есть у меня жена занимается духовной практикой, она очень сильно как бы идёт к Богу. Но даже мне с ней откровенничать на духовные темы тяжело, потому что отношения семейные, они очень корыстны по природе. Ну то есть мы с ней вместе идём к Богу, у нас общие интересы. Но как бы откровенничать лучше с наставником или с духовными братьями и сёстрами, которые с тобой имеют другие отношения. Чем больше привязанность к личному счастью, тем меньше там места духовным откровениям. Поэтому не надо одно от другого ждать. или есть ещё одна проблема у людей, они хотят работу соединить с духовной практикой. Это тоже невозможно. То есть я говорю, у меня работа мне, Олег Геннадьевич, мне не приносит. Вот знаете, я хочу, чтобы работа мне приносила кого-то. Вот сделайте себе такой очень духовный туалет. Садитесь там с молитвами, какайте. Работа — это просто самоподдержание себя. Вот здесь есть нужды, понимаете, есть нужда. Вот когда человек в туалет идёт, это нужда. Работа — это тоже нужда. Она нужна для того, чтобы жить, есть, пить, жить как-то. Понимаете, вот для этого нужна работа. И поэтому она более-менее осквернена. Вы работаете, если вы хотите благости работать, это означает благостное настроение на работе. Всех любить, всех уважать, обо всех заботиться. А работает человек в соответствии со своей судьбой. Вот если, допустим, судьба у него тяжёлая, связанная с работой, у него будет тяжёлая работа. Вот у меня тяжёлая работа. Олег Геннадьевич, а какая тяжёлая, вы с нами общаетесь. Попробуйте. Я сегодня летел 4 часа, чтобы с вами пообщаться. И спал 4 часа тоже. Тяжёлая работа. А вчера в 11 часов ночи меня ещё душили в Тель-Авиве. Ну и душили, имеется в виду, любили. Так же, как вы говорили после лекции. Они же все нуждаются в отношении. А отношения со старшим очень редхи в это время, в котором мы живём. И каждому хочется спросить, потому что человек испытывает очень сильный духовный голод, одиночество духовное, колоссальное просто. И причина этому – неразвитость. Потому что любой человек, который развит в вере, у него есть наставник, есть духовная семья, у него нет духовного одиночества, нет духовного голода, у него всегда есть возможность быстро посоветоваться с кем-то. Но если человек зашорен своей работой, как бы и своей жизнью, то это жизнь страсти называется. Поэтому она одинокая. Жизнь страсти делает человека одиноким. Если ты хочешь материального прогресса, хочешь денег, хочешь успеха, ты будешь одиноким. Даже в отношениях со своим близким человеком. Почему? Потому что эти отношения не приближают друг к другу. Друг к другу приближают, близость между людьми всегда и означает, когда есть алтарь. Вот есть, допустим, алтарь дома, будете ближе. Не будет алтаря, будете дальше. Но если вы хотите счастья в личной жизни, это совсем другое. Это означает просто выполнять свои обязанности, по-доброму относиться, мягкий, добрый стиль отношений, поведения, прощать, принимать человека, заботиться о нем. Вот это и есть счастье в личной жизни. Но если вы хотите туда включить сокровенные беседы о Боге, тогда поставьте алтарь и ждите, когда ваше восприятие мира его очистится через годы. Тогда вы сможете это тоже включить в вашу жизнь. Но это не скоро еще будет. Вообще алтарь лучше его поставить, чтобы мужа не потерять. И вообще очень важно понять, что когда человек просветляет сознанием, то первая несовесть в его жизнь приходит. Это мой опыт. Его жизнь приходит, природа сначала, добрые друзья. Он перестает быть больным и зашольным. Он начинает здоровую жизнь, зарядку делать. Он приглашает друзей в дом. У него есть хорошая компания, такая добрая, которая говорит не о том, что все плохо в стране, а говорит о добрых каких-то возвышенных вещах. Вот это первое, что происходит в жизни человека. И это дает счастье. Именно друзья могут сохранить семью. Понимаете, переход в благостную жизнь означает, что человек перестает быть таким одиноким в этом мире. Потому что, если есть друзья, они сохранят семью, не дадут вам разойтись. Нужно уделять время на отношения в своей жизни. Нужно искать этих отношений добрых с людьми. Это очень важно. Наше время. Это больше вас защитит. Что такое страсть? Страсть – это когда человек сильно привязан к вещам. Он все свои силы отдает на вещи. Он думает, что это самое главное в жизни. Это означает, это разрушительно. Это разрушительно. Деньги и вещи – это самое главное в жизни. Вот даешь человеку деньги, значит, любишь его. Это страсть. Музыка. 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 Это страсть. Ну, то есть люди тянутся к успеху, да? Они готовы вывернуть бумажник. То есть человек пахал, 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 отдавал большие усилия, делал ради какой-то шмотки. Он кровь свою отдал ради этой шмотки. И если шмотка есть, то очень круто вообще. Мы ходим очень крутые, потому что у других этой шмотки нет. Понимаете? Это просто неправильное восприятие мира. Понимаете? Люди упахиваются ради вот этих внешних каких-то вещей. Хотя жизнь человеческая предназначена глубоких отношений для верности, для глубины. Ну, как этой верности достичь? Что, если ты крутую шмотку купил, человек вернее к тебе будет? Нет. Он будет вернее к шмотке, а не к тебе. Ну, и, соответственно, если кто-то как бы богатый, то это и есть кумир. Вот тот, ради которого, кого мы уважаем. Это вот означает страсть. Что делать? Первое, что нужно понять. Человек не должен думать, что близкий человек ему поможет. Близкий человек — это наша судьба, это наше испытание. Надо настроиться на помощь от старших, от священных писаний, от благостных людей, от благостного сообщества. Человек, который переключился от упования на то, что родственники его спасут, перешел в благость. Родственники — это не спасительный круг. Это те, кто испытывает нас. Понимаете, и даже у благостных людей родственники все равно будут их испытывать. Потому что, когда тяжелая судьба придет, родственники будут ее давать, эту тяжелую судьбу, не кто-то другой. Даже у благостных людей. Это не значит, что родственники — плохие люди. Родственники — это самые близкие люди с точки зрения отношений. Но с точки зрения сокровенностей и помощи и упования самые близкие люди — это духовно развитые люди. И вот когда человек выбирает, такой выбор в своей жизни делает, он понимает, что родственники — это мои близкие, они приносят счастье мне, страдания. Это мы близкие. Но это не духовно близкие. Вы не сможете своему мужу сказать самое главное в своей жизни. Но вы можете ему сказать то, что принесет ему радость, и то, что вам принесет радость. Человек не может отказаться от желания счастья в этом мире именно с счастья вот этих добрых отношений. Это страсть, это не благость. Потому что благостному человеку нужны только сокровенные отношения, возвышенные отношения. И он счастье испытывает в отношениях с близким человеком только из верности, из чистоты, из того, что мы идем вместе одним путем. Это для благостного человека и называется любовь. Для страстного человека любовь означает, мы как бы ласкаемся, целуемся, любим друг друга. Это тоже нормально. Без любви человек жить не может. Вы просто оцените себя правильно, но вы от этого ничего не ждите. Потому что если вы начинаете сильно много ждать от сантиментов, тогда вы переворачиваете одно с другим. Понимаете, если человек вас предал, вы не можете с ним очень близкие отношения строить. Вот здесь находится грань. Понимаете? А что такое верность вообще, если взять верность? Вот ты идешь к Богу, допустим, близкий человек рядом с тобой идет к Богу, пусть даже не в твоей духовной традиции. Это называется верность. А если мы вместе живем для наших детей, это не верность, это скорее сотрудничество. Воспринимайте все правильно, и тогда не будет разломов сердца. Вы вместе живете, потому что вы хотите быть счастливыми. Счастливыми означает, наслаждаемся друг другом. Все. Плохая судьба пришла, вы сможете наслаждаться друг другом? Нет. А если вы при этом считаете, что то, что было между вами, и есть самое главное в жизни, вот тогда начинаются проблемы. Потому что самое главное в жизни человека это чистота, это святость, это глубина. Вот это самое главное в жизни. И к этому надо сильно привязаться постепенно. И когда человек к этому привязывается, когда разлом начинает, судьба приходит злая в отношения. Куда она приходит? В отношения с наставником. Может злая судьба прийти? Нет. Потому что это духовное отношение, там нет судьбы. Злая судьба приходит в отношения с тем человеком, которым ты наслаждаешься жизнью. И вот тогда, если у тебя есть наставник, есть чистота, эта чистота и спасет твою семью. Потому что ты не будешь в это время думать, что этот близкий человек тебя предал. Злая судьба что делает? Она говорит, смотри, вот он, которого ты любила. Он капризничает, он злится на тебя, он тебя не любит. Почему он не любит? Потому что у него нет сил. Злая судьба обестачивает человека, делает его несчастным. Понимаете? А если близкий человек делает так, чтобы ты не сам, получается, берешь его подлинный силу? Итак, неправильно выбранная дистанция в отношениях с близкими людьми является причиной колоссальных страданий человека. Что такое дистанция? Дистанция означает ожидание. Если ты ждешь от близкого человека больше, чем надо ждать, тогда все заканчивается очень печально. Потому что, еще раз повторяю, ваш близкий человек не может вам гарантировать, что между вами не встанет трещина. Потому что трещина приходит не от него, как вы думаете, он меня предал, обидел. Она приходит от судьбы. Судьба действует через эти отношения близости. И когда она начинает там действовать, спасением человека является та влага, та чистота, которая идет от Бога, и от святости, и от чистых отношений. Если человек успел установить благостные отношения, у него есть соратники духовные, есть наставник, он никогда не просит близкого человека, не разрушит свою семью, даже если тот ведет себя глупо. В наше время я сомневаюсь, что даже измена является основанием разрушить семью. В наше время я сомневаюсь. Потому что если весь мир находится в дерьме, и мой муж запачкался или жена, как не запачкаться? Посмотрите, как все живут. Разврат является нормой жизни. Понимаете, чуть-чуть человеку тяжело стало, тут же ему подмигивают, ласковые слова говорят. Понимаете, в древней культуре женщина, которая способствовала измене мужа, она не только обществом, она всеми отрицаема. А тут женщина звонит и говорит, как мне вам помочь? Представьте, этот преступник зарезал кого-то, и потом звонит, вам помочь как-то вообще? Он зарезал в семье кого-то, и потом свои услуги предлагает. Ну, то есть люди не понимают, что такое грех. Они вообще как бы, у них вообще нет вообще соображения, что такое чистота, что такое любовь. Вообще нет понимания, как жить. И в этой ситуации я уверен, что даже измена близкого человека не является основанием его бросить. Вот в наше время. Он просто заболел. Это болезнь, понимаете? Она тоже не просто так возникает, она возникает от неправильной жизни. Еще раз повторяю, если вы считаете, что достаток является главным в вашей жизни, следите за собой. Сначала у вас будет меньше свободного времени. Вам некогда будет съесть в отпуск, некогда сходить в парк вместе. Следите за собой. Вот вы когда на эту стадию вышли, к следующей стадии будет уже холод в отношении. Если у вас нет возможности восстанавливаться, дальше будет холод, потому что люди не могут быть теплыми, когда у них нет на это сил. А следующей стадии будут срывы. Если у вас очень хорошая семья, то какие будут срывы? Мужчины как бы есть разные варианты. Вот, допустим, плохой вариант срыва – это гулять. Хороший вариант срыва – это сидеть и смотреть какие-нибудь дефективы по кабельному телевидению. Вот сидеть и смотреть это все, смотреть это все муть. Понимаете, почему он смотрит? Потому что ему надо отдыхать. Он должен расслабиться. Также хорошим вариантом для мужчины является идти в футбол поиграть, какие-то спортивные игры, развлечения какие-то с друзьями. Съездить на рыбалку, сидеть там, клюет, не клюет. Зачем они это делают? Это отдых. Понимаете, психика отдыхает. Человек на воду смотрит, то его расслабляет от работы. Это хороший вариант. Бегать, как сумасшедший по лесу в Подмосковье, грибы искать. Это хороший вариант отдыха, понимаете, для страстных людей. Есть хуже варианты, когда человек начинает курить и выпивать. Это уже хуже. А еще хуже – это измена. Но я просто вам говорю, последовательность развития событий. Чем напряженнее жизнь, тем хуже результат. А напряженная жизнь означает слишком много «хочу» для себя материи. Хочу очень много, больше чуть-чуть квартирку. Вот смотрите, вот такую квартирку хочу. Холодные отношения. Побольше хочу квартирку, уже вредные привычки. Еще побольше – значит разрушение семьи. Все. Это называется страсть. Чего хотите, то и получаете. Хотите материи – получаете материю. Хотите дух – получайте дух. Самое интересное заключается в том, что тот человек, который действительно по утрам на природе бывает, который заводит себе добрых друзей, который ходит в храм, он в конечном счете достигает материального процветания. Потому что материальное процветание у человека зависит не от того, сколько он упахался, а зависит от его благочестия. Сейчас я вам просто это схематически покажу, чтобы вы поняли. Вот, допустим, взять какой-нибудь магнит, да? И этот магнит, он пытается к себе гвоздики прилепить, да? Ну, к нему прилепли так и определенное количество гвоздиков. Почему? Потому что у него есть определенная сила их прилипать. Понятно? Эта сила и называется благочестие. Если у тебя благочестия много, добрых людей много, много гвоздиков прилипнет. А если у тебя мало благочестия, мало гвоздиков привыкнет, прилипнет. Ты хоть упашись, хоть что-то ты сделай, все равно ничего не получится. Понимаете? Поэтому это просто неправильное мышление думать, что я буду много работать и у меня будет больше денег. Надо развиваться как личность. Нужно делать добрые дела, стать сильным как личность. В Ведах есть такая молитва, там описывается, что когда люди совершают молитву, это древняя, пять тысяч лет назад она была, эта молитва, уже существовала. Там описано, что когда человек просто читает возвышенные молитвы в сердце очень глубоко, он просто с помощью чтения этих молитв, обретая сначала естественную красоту свою, он становится очень привлекательным. Женщина становится очень красивой, мужчина очень влиятельным становится. Потом он обретает величие, то есть власть над людьми. Потом он обретает положение в обществе. И потом он обретает деньги. То есть благочестие все больше и больше. Первое проявление благочестия в человеке это его красота. Красота означает благочесть. Всегда запомните, если увидите красивого человека, значит он делал добрые дела в прошлом или в этой жизни. Красота признак благочестия. Красота это удача, исходящая от человека. Красивые люди всем нужны. Потом дальше идет чувство собственно достоинства, о чем я сейчас много говорю. Человек достойным становится сильным. Потом дальше он становится очень проницательным, глубоким, означает видение людей. Все, уже высокое положение в обществе обеспечено. Просто благочестие. Поэтому человеку сколько надо работать, столько, сколько нужно для поддержания жизни. А уповать надо на свое развитие как личности. А не на то, что я много денег заработаю и мне будет лучше. Тебе не будет лучше, когда ты много денег заработаешь, потому что у тебя неправильные желания. Все эти деньги просочатся сквозь пальцы на всякую ерунду. Понимаете? Поэтому уделяйте внимание своему внутреннему развитию. Есть время молитесь, желайте всем счастья, читайте духовные книги, делайте зарядку, работайте над собой. Если будете делать зарядку, долго проживете. Я не шучу. Я серьезно говорю. Вот вам на четвертом ряду, женщины, у нас сейчас в очках, очень сильно делать зарядку, потому что у вас идет тяжелый период в жизни и зарядка вас спасет. А если не будете делать, тогда неизвестно. Делаю. Молодец. Хорошо. Да. Ну, просто я как пример привел, чтобы вы не расслаблялись. И песни я тоже подобрал вам для того, чтобы вы тоже как-то развлекались. Песня меня подбор в основном, потому что такие про это беседы. День зато теряем, день зато теряем куда-то. И все разрешаем, и все разрешаем куда-то. Хватит утешаться, хватит утешаться словами. Надо заниматься, надо заниматься делами. завтра жизнь я начну, завтра молдовим начну сначала, завтра в прошлом я порвать реснём, завтра прошусь уж, ко мне лежало, завтра замор начну верить, завтра жизнь меняю доброго на, так как утро вечером треней. Почему завтра-то? Не потому, что я плохая или я плохой, не потому, потому что нет знания. Человек может вдохновиться на что-то только с помощью двух вещей, или с помощью сильного страха, или с помощью сильного чувства любви или потребности в этом большой. Понимаете, пока того и другого нет, человеку очень трудно оторвать себя от той обычной колеи жизни, в которой он находится. Поэтому завтра не надо себя ни в чём ввинять. Ой, опять не устала вовремя. Там не надо, это вы тратите зря силы. Надо понять, как действует система, чтобы не завтра была, а сегодня. И система такова, самая сильная в наше время влияние на человека оказывает друзья. Если женщина с женщиной подружилась, которая хочет работать над собой, они созвонят, скажут, давай сегодня выйдем, позанимаемся зарядкой. И человек уже не может не выйти, потому что он пообещал. это любовь, так влияет любовь. Второй вариант, я не знаю, как бы, что вам сделать, но, допустим, представьте, что Apple Watch разработал такие часы, в которых прогнозируется выход от геморроя при отсутствии зарядки. И, допустим, вы нажимаете, там говорится срочно выйди на зарядку, до геморроя осталось три дня. Думаешь, блин, ну три дня, еще есть время, завтра, блин. И потом проходит три дня, геморрой выходит, блин. И там следующая, другая функция, сколько теперь надо делать зарядку, чтобы геморрой зашел назад. Это называется мотивация страхом, тоже работает. Понимаете, ну вот мне Бог, как бы, мне повезло, мне Бог дал видение внутри себя, что там происходит. Понимаете, и я этим мотивируюсь очень хорошо. Вот я, допустим, сегодня прилетел, когда на самолетике, я понял, сколько вибраций вошло в тело. И я пошел в баню. И там сидел сначала в холодной воде, меня трясло, потом лежал в этом, в турецкой бане до опупения, чтобы пробить паром это, а потом меня опять протрясло, только после этого я вышел из бани. То есть, это серьезная эскеза, но после нее все вибрации самолета ушли из тела. Вы понимаете, это знание, то есть, я знаю, как это все работает. Но вы не сможете такую мотивацию иметь в своем сердце, потому что вы не знаете. Вы думаете, «Да у меня все нормально, что вы? Как у всех, более-менее. Вам так кажется? А ничего нормального нет. Поэтому мотивируйтесь любовью. Дружба является главной силой, заставляющей, дающей человеку возможность жить правильно. Созванивайтесь, стучитесь друг к другу. Страсть означает одиночество, замкнутость. Человек, когда зашаривается на своих делах, он теряет возможность дружить. И вот эта возможность дружить, она и спасает человека из этой зашоренной жизни. Понимаете? Именно дружба, мужчины по-мужски должны созваниваться, женщины по-женству, женщины с любовью, добротой, мужчины с вызовом чуть-чуть. Ну, что, ты как там у тебя? Мордобой посмотрел вчера вечером? Пойдешь завтра на зарядку или нет? Да некогда что-то. Ну, смотри, мордобой будет уже в твоей судьбе теперь. Я пойду на зарядку. Ну, и так далее. Мужчину немножко вызов нужен, вызов обязательно. Итак, смотрите, если у вас есть близкий человек, как вы считаете, что он близкий, и вам очень больно от того, что он живет неправильно, то несколько вещей вы должны понять. Первое, этот человек является олицетворением вашей судьбы, и он неправильно живет, потому что вы сами в прошлом так жили. Бог вас испытывает. Это значит, что когда вы будете продолжать жить правильно, придет время, и он тоже начнет жить правильно. Запомнили? это первое, что надо четко знать. Поднимите руку, у кого это время уже пришло, и близкий человек начал жить правильно. Видите, есть руки, значит, все нормально, идет процесс. Это первое правило. Второе правило. Есть разные виды близостей, поэтому, если этот человек для вас близан с точки зрения вашего испытания счастья, вы с ним вместе в жизни счастье испытываете, то также знайте, что вы обязательно с ним вместе в жизни испытаете и страдания. Вы просто усвоите этот момент, чтобы не сильно расслабляться. Это первое. И если вы с ним вместе счастье испытываете в жизни, это вовсе не значит, что он вам близок духовно, этот человек. Поэтому, если он вдруг не понимает, почему вы молитесь, лекции слушаете, и вам обидно, ты же близкий человек, почему ты меня не понимаешь в этих вопросах, то это просто ваше невежество. Вы не понимаете, что есть разные виды близостей. Есть духовная близость, она живет в храме и в духовных отношениях. А есть желание быть вместе, испытывать счастье, тоже хорошо. Это надо человеку. Но это не означает духовную близость. Это просто общие интересы в жизни. Дети, семья, родственники. Это интересы общие в жизни. Близкий человек. В этих интересах близкий человек. Но это опасная близость. И поэтому выше нее должна быть близость к Богу. Потому что эта близость не спасает человека. Она его обуславливает. Потому что, когда кто-то очень сильно кого-то любит с точки зрения материальных отношений, то эта любовь ослепляет человека. Он не видит качеств личности. он не видит возможности человека жить даже вместе. Это слепое чувство. Понимаете, желание, счастье. Когда счастье от кого-то испоет, это слепое чувство. Оно не дает понимания перспективы будущего, что будет дальше. Поэтому нужно достаточно духовно развиться, чтобы хотя бы рядом со мной был человек, который более-менее разумный. Но чтобы увидеть этот разум в человеке, для этого надо увидеть направленность человека в жизни. Это непросто. А если, допустим, ваш близкий человек не направлен на духовное, и вы думаете, что он никогда не будет направлен, то это ваше заблуждение. Почему? Потому что он просто представитель вашей судьбы. Но знайте, что в отношениях с человеком всегда нужно выбрать правильную дистанцию, чтобы сохранить отношения. Вот это наука, которую я хочу вам сегодня преподнести. Первое, что вы должны знать, с благостным человеком должны быть очень искренние отношения и честные. Но этот человек, скорее всего, не будет вашим родственником. Это может быть соратник духовный, наставник и так далее. Понятно, да? Это первое, что вам надо знать. Запомните, скорее всего, ваши отношения в личной жизни имеют страстную природу, потому что благостная природа отношений такова. Люди вместе поклоняются Богу. У них очень возвышенное устремление. Они вместе имеют наставника одного в жизни и так далее. И тогда эти люди могут в какой-то степени в личной жизни говорить о сокровенных вещах. В какой-то степени. Еще раз повторяю, потому что основная привязанность друг к другу имеет очень эгоистическую природу. А в эгоизме нет чистоты степень может быть очень высокая. Люди могут очень чисто и светло жить вместе, понимаете? Идти светлым путем. Но если говорить о их близких отношениях, они все равно не такие чистые и светлые, потому что они семейные. Усвойте это, пожалуйста, не обижайтесь, почему близкие люди вас не понимают в духовном плане, потому что другие отношения, они не предназначены для глубокого постижения души, эти отношения. Они предназначены для испытания счастья в этом мире. Поэтому в этих отношениях достаточно много страсти, и поэтому уповать на эти отношения нельзя слишком сильно. Что это значит? Надейтесь на святых людей, надейтесь на наставника, надейтесь на Бога, надейтесь на свою веру. А в отношениях с близким человеком более-менее будьте внимательны и осторожны. Следите за этими отношениями. Правило такое, чем больше тяжелой судьбы входит в эти отношения, тем подальше нужно быть друг от друга для того, чтобы эту судьбу тяжелую разгребать. Я много-много раз вам говорил о том, что следите за тем, какая судьба между вами. Если хорошая судьба, ну будьте поближе, испытывайте вместе счастье от жизни. Но если вы чувствуете, что пошла жара, надо понять принцип. Погружайтесь в отношения с Богом, только Бог может победить тяжелую судьбу. Добрые люди, природа и Бог побеждают тяжелую судьбу. Понимаете, будьте ближе к тому, что вас спасает, воистину спасает. Близкие люди не спасают, они просто дают возможность наслаждаться жизнью. Понимаете, если вы не смогли оторваться от близкого человека, в тот момент, когда надо оторваться, начинается разрушение отношений. Почему? Потому что, когда огонь между вами пошел, тяжелая судьба, а вы не отодвинутся, зачем отодвинуться-то надо? Нужно погасить эту тяжелую судьбу, а потом опять сблизиться. Сначала погасить, а потом сблизиться. Вот в этом заключается и искусство. Следите за своей дистанцией по отношению к близкому человеку. Если вы видите, тяжело стало общаться, не надо туда лезть, понимаете, это сравнивается с лягушкой, которая лезет в пасть удаву. Ну, понимаете, как бы, если классически, но не так много и лягушек, которым прямо нравится лезть в пасть удаву. Но бывают. И это сравнение нужно для того, чтобы мы поняли, что мы такие лягушки. Каждый из нас является такой лягушкой. Почему? Потому что когда с близким человеком начинается расколбас в отношении, чем мы занимаемся? Мы идем с ним поговорить. Вот это и есть как раз пасть удаву. Потому что судьбе как раз это и надо было. Потому что она что делает? Она входит между людьми и напрягает отношения. Что надо сделать? Надо отодвинуться, молиться, чтобы смягчить напряжение, а потом общайтесь. но если вы пошли выяснять отношения, тогда знайте, что будет только хуже. Лучше не будет, потому что вы идете к пасть удаву, вы идете не к доброте, к смерти своей идете. Потому что через вашего близкого человека вас будут мучить. Сохранение отношений всегда одно и то же. Отодвинься, не выясняй ничего, успокойся, перетерпи, молись. Когда спокойствие в сердце придет по отношению к близкому человеку, в следующая стадия уже возможность общаться. Вот и все, вот этот принцип. А когда ты уже по-доброму общаешься с ним, он тебя лучше поймет, ты его лучше поймешь, и ты можешь победить судьбу. Я проверял на своей семье, понимаете, у всех есть тяжелая судьба, у меня тоже. И когда у меня было тяжело с женой, мы пошли просто к наставнику, он нас выслушал, нам даже советов не давал, он просто смотрел на нас добрыми глазами. И мы друг друга приняли сразу же после этого. Почему? Потому что мы победили тяжелую судьбу с помощью старшего. Достаточно просто, когда судьба отступает, в сердце становится спокойнее, люди прощают, друг другу принимают все, и проблем нет. Мы накручиваем вот эти проблемы, почему? Потому что мы не понимаем, что человек так нормально ко мне относится, просто ему тяжело жить. В этом вся проблема. А если ты это понял, тогда молись просто и с помощью духовной силы убери эту плохую судьбу. Это то, что надо всем научиться понимать. Духовная сила реально отодвигает плохую судьбу, это не фасмагория, не вымысел. Это реально действует и очень быстро. Если ты сильно концентрируешься на тех, кто молится, молишься вместе с ними, входишь в это пространство молитвы, а именно совместная молитва в наше время побеждает. Это предсказано задолго Священным Писанием. Индивидуальной молитвой сейчас человек не может побеждать судьбу, у него не хватает сил. Нужно молиться с кем-то вместе. Понимаете? И тогда будет возможность побежать судьбу. Если вы это делаете, легче сразу на сердце становится по отношению к близкому человеку, что делает судьба, она накручивает. Она говорит, у тебя все плохо, это уже неразрешимая ситуация, все. Олег Геннадьевич наверное скажет, что надо расходиться. То есть все это невозможно, все. Накручивает судьба так. Но если вы пообщались с добрыми людьми, у вас на сердце покоя не стало, и вы думаете, да нет, все нормально, все исправится. Так или нет? Это означает, что вы смягчили судьбу. Ну то есть зачем нужны вот эти близкие, ну зачем нам нужны близкие соотношения с добрыми людьми? Они нужны как раз для того, чтобы побеждать судьбу, чтобы в сердце не было такого паники, такого вот отчаяния. Понимаете? Вместе весело шатать по просторам, по просторам, по просторам, и, конечно, припевать лучшим порам, лучшим порам, лучшим порам. Сколько с нами перебенка, перебеночка, раз иконка, два иконка, будем елочным. Система ясна? Вместе весело шагать по простору. Вопрос с кем? Если вы, не дай Бог, у вас в общении, вы говорите, это моя близкая подруга, что мне делать? Благостный человек это тот, кто понимает, что такое близость. Если ты сердечное отношение строишь невежественным человеком, твоя жизнь разрушена. Все. не можешь ни на что рассчитывать, потому что вера переходит через близкие отношения, так же, как аромат передается от одного цветка к другому. Вера переходит. Если вы слушаете, как пришли к какому-то астрологу, допустим, он вам говорит, крест одиночества. Это значит, что у него вера в невежестве в этого человека. Что вы к нему пришли? Он может прикрываться любым знанием, каким хочешь, но он вам передал веру в невежестве. Потому что вера в благости означает, что человек все может победить в своей жизни, если он связан с Богом. Это вера в благости. А вера в невежестве крест одиночества. Если посмотреть на него, у него само не общайтесь с такими людьми. И поют друг другу шепотом лев крик ли? Слух дурной всегда звучит в устах кликуш. А к хорошим слухам люди не привыкли. Говорят, что это выдумки и чужие. И словно обувь что-то и так ходят слухи по домам. Бесу и старухи их разносит по ума. Их разносит по ума. Закаленный по многих заварухах слухи ширятся неведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов абсолютно. Ходят слухи, будто сплетни запретят. Страх вот это женское сознание, страха наставляет слушать вот эту всю муть. Не поддавайтесь. Запомните принцип. Страх возник в результате общения с кем-то в вашем сердце. Значит, вам испортили жизнь. Вот вы пришли с консультацией с какой-то, вам страшно стало по поводу своей жизни. Вам испортили жизнь. У этого человека в сердце вера в невежестве. и вы получили эту веру в свое сердце. Теперь идите туда, где вам это исправят. А лучше не ходите туда, где вам портят жизнь. Итак, принцип номер один. Отношения с страстными людьми в рамках этих отношений. Ну, то есть, человек может быть не страстный, но отношения страстные. Что такое страстные отношения? Это семейные отношения. Если у вас есть муж, жена, это ваши какие отношения? Отношения, в которых вы наслаждаетесь жизнью. Не надо их слишком глубоко к сердцу принимать. Не надо удивляться тому, что вас близкий человек наслаждается вами неправильно. В наслаждениях всегда есть переборы. Ну, занесло его. Что делать? Понимаете? То есть, ну, занесло, занесло, ничего страшного. Не удивляйтесь ничему в отношении с близким человеком. Ты совсем обнаглел. Все наглеют. Если человек наслаждается другим человеком, обязательно обнаглеет. Не удивляйтесь. Просто держите дистанцию. Со страстным человеком какая дистанция, чтобы не было жарко. Следите за этими отношениями. у вас есть муж, жена, дети, допустим. Смотрите, следите за этими отношениями. Жара пошла, чуть подальше и молитва. Все хорошо, чуть поближе. Все. Но есть еще невежественные люди. Кто такие невежественные люди? Невежественные люди не обязательно такие, знаете, бармалеи какие-то там. Длинный нос, в очках там такой страшный человек. Вот, допустим, бармалеи. невежественный человек это человек сломанный жизнью. Понимаете? Это может быть ваш близкий человек стать невежественным. Он начинает спиваться, он начинает гулять. И вы в шоке, да, что такое, ведь хорошим же был, нормальным человеком. Он может сильно заболеть, это тоже невежество. Когда человек в болезни уходит, он ничего не соображает. Ну, то есть, если ваш близкий человек вошел в зону невежества. Что надо делать? Первое, что надо понять, что если твоя привязанность к этому человеку слишком высока, ты теряешь себя рядом с ним. Ты потеряешь себя, не поможешь ему. Невежественная жизнь означает, человек тонет в болоте. Но если вы понимаете, чтобы спасать человека из болота, есть один принцип. Надо тянуть ему палку. Если он за палку берется, дальше его надо вытягивать за эту палку, ему надо вытягиваться, но если он вас тянет на себя, значит вы попадете в болото. Если вы контактировали с невежественной силой, надо быть крайне осторожным, потому что эта сила может утянуть к себе. Принцип очень простой, очень сильная дистанция. Допустим, человек начал пить близкий, живите отдельно. Ну вот сильно пить, там чуть-чуть, ладно, Бог с ним. Сильно пьет, живите отдельно, потому что злые духи поразят ваше сознание. Вы не заметите, как это произойдет, в вашем сознании будет жить одно уныние. Это значит, что вы тоже уже в невежестве. Потому что пьянство само это не означает только это. Потому что есть женское невежество, это депрессняк, а есть мужское невежество, это выпивка. мужчина не живет депрессией, он пьет. Женщина живет депрессией. Депрессия это женское невежество, а мужское невежество это пьянство, а невежество это всегда контакт со злыми духами, а контакт со злыми духами это прямая дорога в ад. Поэтому вырвитесь из этого состояния. Единственный способ вырваться это удрать. Дистанция или физическая дистанция, или психическая, все зависит от того, что произошло. В этот момент надо очень сильно молиться Богу, выполнять свои обязанности перед человеком, если он неагрессивное невежество проявляет, ну то он допустим в депресснике, но он добрый. Хорошо тогда выполнять свои обязанности, но при этом не надо близких бесед, а что ты такой несчастный, а что ты такая счастливая. ответ будет такой. Ну то есть, понимаете, самое главное здесь понять правила, потому что невежество это очень тяжелая судьба, она может скосить. Допустим, вы живете с человеком, живете, бац, он вам изменил, это означает его закосило. Вы думаете, блин, хорошо тебе жить, ты изменяешь, имеешь право. Да не хорошо ему жить, не хорошо ему жить, это пир во время чумы, понимаете, самый сильный яд на земле всегда имеет самый сладкий вкус, понимаете, когда вы у него слащавую мордяшку такую увидели, как бы на его лице, ну и что, ну изменяю я, ну допустим, вы увидели муть в глазах, ну несчастливый он, понимаете, это ему кажется, что он счастливый, он находится в глубочайшем, тяжелейшем витке судьбы, этот человек находится в жутком состоянии просто, надо просто вам признать это мои слова, понимаете, ничего хорошего с ним не происходит в это время, и очень скоро он сам это поймет, но если вы начнете пытаться от него истину, добиться истины от этого человека, вот в этот момент вы и деградируете, когда человек хотя бы одной ногой в сторону невежества встал, только один способ с ним общаться есть, только один способ это дистанция и молитва, можно выполнять перед ним свои обязанности, но не надо с ним выяснять отношения, это бесполезно, человек вам изменяет, ему поможет только горе, девушка говорит, я сразу немедленно раз, и живу отдельно, он раз, и бросил ее, вот это и поможет, больше ничего не поможет, понимаете, невежество человеку поможет отрезвление, больше ничего не поможет, но если вы хотите с ним выяснить отношения, объяснить ему, что такое благостная жизнь, то он вас осквернит реакцией своей, понимаете, если вы лезете в логово злых духов, что такое невежественная жизнь, человека сломали, злая судьба, когда ломает, дальше злые духи начинают на него нападать, это психические заболевания, это наркомания, это разврат, это криминал, и т.д. Вот если беспредел, видите, рядом с собой, это половые извращения, это хамское поведение, я тебе сказал, там, если криминал, видите, рядом с собой, значит, человек повержен влиянием злых сил, он себе не принадлежит, этот человек, с ним бесполезно разговаривать, это не поможет, а если вы хотите помочь человеку в страсти, то просто поймите, какие у вас с ним отношения, у вас с ним деловые, семейные отношения, что значит деловые отношения, вот запомните, когда у вас есть алтарь дома, и вы оба поклоняетесь этому алтарю, оба изучаете Священное Писание, оба имеете наставника, пусть не одного, то это значит, что между вами не только деловые и семейные отношения, между вами есть еще чистая, светлая любовь, но к этой любви надо прийти, и только в этом случае есть сокровенность в отношениях, только в этом случае, но до этого надо дойти, потому что, когда люди целуются, встречаются или любляются, в этом нет никакой сокровенности, это просто наслаждение друг другом. Мы когда в Тель-Авиве вечером после лекции сильно уставали и шли, мы прямо возле моря жили и шли в Средиземное море купаться, прямо ночью, под светом луны, потому что надо было как-то восстанавливаться. И в это время там, как бы, на берегу моря, люди строили очень глубокие отношения друг с другом, сокровенные, но это были не глубокие отношения, просто было наслаждение друг другом, и все. В этом нет ничего сокровенного, понимаете, вообще ничего сокровенного, они так люди такое значение большое этому придают, вот того, что я балдею от какого-то человека. Это невежество, отсутствие знания. Сокровенное означает вместе служить Богу, быть верным друг другу, вот это сокровенное. Но к этому надо идти. Вот и все, вот это вот и есть путь, к этому надо идти. Но если вы, допустим, у вас есть алтарь, вы служите алтарю, близкий человек говорит, да чего ты паришься, что, все нормально, ничего страшного, не думайте, что он никогда не поймет, вот то, что вы видите, как бы его сердце открылось для вас, глубина, что там никакой глубины нет, ничего страшного, это нормально. Продолжайте служить Богу, думайте о Нем, вы увидите, как постепенно в его сердце появится глубина. Просто поймите, что надо ждать подольше, чем вам кажется. И не надо навязывать ничего, духовно не навязывать, не надо ему говорить, ты в дерьме живешь. Не надо ему такие вещи, надо просто говорить, да, да, конечно. Но всегда разумный, благостный человек, всегда, ну, допустим, если бы у меня была такая ситуация, близкому человеку, он сказал, да ты фанатеешь, я бы сказал, ну, можно я фанатею чуть-чуть? Ну, то есть, я бы не придавал себе большого значения и отсучивался. Вот это правильное отношение со страстным человеком, потому что страстные, это понты, типа, ну, что ты слушаешь этого? Он делает такой крутой вид на этих лекциях. понты, понимаете, означает, когда человек очень сильно чувствует, что он все знает. Но на самом деле, вы же понимаете, и надо по-доброму к этому относиться. Ну, если, допустим, у вас родился ребенок, который смотрит на всех очень строго, ему всего один год, он очень начальственный и ходит как начальник, всеми командует. Чего вы будете злиться на него за это? Нет. Просто он в прошлой жизни был директором завода. Вот и все. Он еще не понял, что у него уже другая жизнь. Сразу понять это невозможно. Ну, он ходит по привычке деловой. Но также тоже близкий человек тоже. Ему кажется, что он очень крутой. И это нормально, это лучше, чем если бы ему казалось, что он не крутой. Потому что человеку в страсти надо быть крутым, иначе он не выживет. Понимаете, благостному человеку уже не надо быть крутым, потому что он обретает внутреннюю силу. Но страстному человеку надо всегда показывать свою внешнюю силу. Допустим, если сидит, ему надо вот так сидеть. Для чего? Для того, чтобы авторитетно как-то выглядеть. Но если вы там чем-то серьезным занимаетесь, он же тоже серьезный. И самый лучший способ быть серьезным это насмехаться над тем, что ты делаешь. Ну, это детский сад просто. Почему я ребенка привел в сравнение? Ну, потому что поймите, что это детский сад. Но с детским садом и относитесь как к детскому саду. Скажешь, да, да, именно так. Придет время, он все поймет. Знаете, что всегда благость побеждает страсть, солнце всегда побеждает тьму. Это принцип, но всегда эта победа находится в принятии и спокойствии, терпении, правильной дистанции. Почему нужна правильная дистанция? Потому что начали желать от человека в страсти слишком много. Сгорели. Вы теряете свои душевные силы. Вы оскверняли. А что такое осквернение? Осквернение означает, что ты завтра утром уже не пойдешь зарядку делать. Вот ты, допустим, поговорила с мужем по поводу того, как мы живем. Завтра утром зарядку делать не пойдешь уже. Почему? Потому что он тебя осквернил своим пониманием вещей. Со страстным человеком на духовной теме не надо разговаривать. Потому что он не выбрал эту жизнь. У него нет такого сознания. А сердце свое надо беречь. Запомните, самое ценное у человека в жизни это его вера. Поэтому с теми, кто верит, разговаривайте о вере. А с теми, кто не верит, не надо портить себе сердце. Понимаете? Не надо его осквернять. Вот допустим, вы если что-то вкусное приготовили, вы же вот одна маленькая капелька горького вкуса испортит целое блюдо. Вот здесь то же самое. Вы в своем сердце приготовили что-то вкусное. Ну и берегите это. Не надо туда пускать грязь. Еще раз повторяю, ваш близкий человек это хороший человек. Если он находится в страсти, он зашоренный работает, там не хочет ничего изучать, не значит, что он плохой. Просто у него есть определенный этап развития и все. И на этом этапе с ним надо строить вот такие отношения в рамках его желаний. Он хочет вот этого от жизни, больше ничего не хочет. У него нет понимания, что есть что-то глубже. Просто живите рядом с ним, как вы живете, работайте над собой, знайте, что именно такая жизнь на правильной дистанции и есть настоящая доброта. Очень скоро он изменится и будет тянуться к тому, что вы делаете. Самое главное его не пережигать, не заставлять его это делать, не пренебрегать им, не навязывать ничего и очень скромно относиться к тому, что я делаю в своем сердце перед близкими людьми. Теперь вы скажете, моя мама не разрешает мне ходить на лекции, мой папа не разрешает, мой муж не дает мне молиться. Такой вопрос. делайте это тайком. Потому что не может никто запретить человеку идти к Богу. Это высшая цель человеческой жизни. Вот представьте, что вам запретили дышать. Вот мой близкий человек не запретил дышать, а я хочу дышать. Смешной вопрос, правда? Так вот, знаете, идти к Богу это важнее, чем дышать даже. Это главное, что есть в человеческой жизни вообще. И поэтому как бы в Ташкенте одна такая достаточно влиятельная дама, она подвозила меня на лекцию и говорит, Олег Геннадьевич, после того, как я послушала вашу лекцию, у меня жизнь разделилась на две части, до лекции и после. Потому что она вспомнила в этот момент свой путь, она поняла, что надо развиваться, надо идти к Богу, что вот эта зашоренность это не жизнь. поднимите руку, вот такое же произошло. Это означает, что вы поняли. Но они еще не поняли, ваши близкие люди. И ничего страшного, придет время, поймут, просто не трогайте их. Самый лучший способ развивать человека, это его принять. Запомните это. А принять его можно, если вы дистанцию правильно выберете. Потому что если вы слишком сильно приблизитесь к красному человеку, вы сразу начнете с ним откровенничать. Когда вы начнете с ним откровенничать, начнется скандал. Почему? Потому что вы не готовы открывать сердца друг к другу. Вы готовы только наслаждаться друг другом. Все. Это и есть жизнь, страсть. Все. Я наслаждаю тебя, ты меня. Вместе мы воспитываем детей, вместе работаем, ходим в театр, вместе ездим на курорт. Это просто наслаждение друг друга. Все. И мы любим так жить. Мы живем для детей, для своих родственников, для страны, но на самом деле для себя. Потому что люди так живут, только желая наслаждать свои чувства. ничего глубокого в этой жизни нет такой. Но глубина есть в будущем, если правильно себя вести. Дистанция это очень важная вещь. Она нужна для того, чтобы поддерживать чистоту в своем сердце. Дистанция не означает пренебрежение. Это и есть любовь. Если я выбрал с человеком правильную дистанцию, я ему могу помочь. У меня был один духовный брат, который не выбрал правильную дистанцию, но решил очень близко служить своему духовному наставнику, моему духовному учителю. Но при этом он не был квалифицирован. В его сердце недостаточно было чистым, чтобы близких отношений к нему относиться. Но он все равно решил стать его личным слугой. И в результате он ушел из духовной жизни. причина заключается в том, что он не смог глубоко понять наставника, находясь слишком близко с ним. Запомните, близость не всегда возвышает. Жена может понимать своего мужа гораздо хуже, чем все остальные. Точно так же муж жену. Вот мне говорят, у вас Илья Геннадьевич и ваша супруга очень хорошо лекции читает. Очень нравится мне многие люди говорят, я никогда не слушал. То есть у них более близкие отношения духовные в этом плане с моей супругой, чем у меня. Понимаете, о чем я говорю? Она сейчас альбом пишет, там такая молитва ведическая очень красивая. Ну, как бы люди говорят, ой, это такой божественный голос, так красиво она поет. А мне кажется, нормально. Видите, мы вот это, ну, то есть другими словами мы очень глубоко не можем друг-друг понять, потому что слишком близкие отношения. Альбом Красиво? А мне кажется, нормально, что я каждый день слушаю. Ладно. Ну, то есть нам очень трудно друг друга понять, глубоко понять друг друга, очень трудно, потому что близость мешает, понимаете, близость мешает. Поэтому не описуйте, мои хорошие. Хочется, правда, ведь, да? А надо понять, как устроен этот мир. Итак, мы говорим о построении отношений с этим миром. Как человек должен жить в этом мире? Вот смотрите, допустим, взять вообще, допустим, город Москва, да, людей вокруг всех. Как мы должны к этому относиться? Нужно относиться очень по-доброму. Вот есть Москва, есть москвичи. Это люди, которые живут своей жизнью. Им очень тяжело, да, по-доброму. Но если мы лезем в этом среду, как бы, со всем своим, как бы, сердцем, мы будем разрушены. Вот, допустим, вы едете в метро, да? Ваша задача в метро, чем, что сделать? Сохранить себя. Потому что что там без метро происходит? Разрушение вашего сознания. Посмотрите на всех людей, как они настроены. Они все в напряжении находятся, они все угрюмые. Так? Почему? Не потому, что они плохие, а потому, что у них тяжелая, напряженная жизнь. Потому что чем более развитый город, тем там больше страсти. Страсть означает сильное желание добыть средства на жизнь. И эта страсть накапливается, и люди попадают в эту среду. И поэтому что в метро надо человеку делать? Надо вставить в плеер в ушки, с духовной музыкой и желать всем счастья вокруг. Понимаете? Но не надо при этом сильно близко с ними в отношения вступать. Потому что не то состояние, не то сознание. Если кто-то вас толкнет, уж не обессудьте. Потому что он в другом сознании находится, в другом настроении. Если вы вдруг увидели, что в метро Олег Геннадьевич вас толкнул и смотрит на вас квадратными глазами, то это значит только одно, что он попал под влияние силы, которая вокруг его находится. И все. Это не значит, что он стал плохим человеком. Потому что эта сила имеет огромный потенциал. Огромный. Если человек не умеет правильную дистанцию держать по отношению к этой силе, он обязательно будет вести себя так же, как все. Обязательно. Не удивляйтесь, почему вы ругаетесь своим мужем, несмотря на то, что вы желаете всем счастья. Причина только одна. Вы слишком много счастья от него захотели раз, и слишком маленькая дистанция два. И вы не заметили, что между вами плохая судьба уже встала три. Все. И тогда не удивляйтесь себе. Не удивляйтесь, что у вас разрушаются отношения. Не удивляйтесь, что вы разъехались потом, ненавидите друг друга. Не удивляйтесь, что он не хочет вас видеть. Потому что то, что я сейчас вам рассказываю, мои дорогие друзья, это очень сложная и важная тема для нашей жизни. Уметь правильно выстраивать дистанцию по отношению к людям. Это значит сохранить себя. Не значит не любить их. Не значит быть эгоистом. А значит любить их. Потому что, чтобы любить человека, надо для этого иметь силы. А если между вами встала тяжелая судьба, она что делает? Съедает силы. Чуть-чуть подальше. Подальше означает ничего не ждать. Я тебе всю жизнь для тебя жила. Как ты со мной разговариваешь? Он разговаривает с тобой так, как может. Потому что на него нажала сила, которую ты не знаешь. Эта сила, она может вообще разъединить вас. И надо, не надо как-то со мной разговаривать. Ну вот ты разговариваешь, так и все. Вот балдеж закончился. Начались страдания. Отодвинься. Молись Богу. Это твой экзамен на отношения к тебе. Потому что воистину благостный человек это кто? У кого привязанность к Богу сильнее, чем ко всем остальным. Если у тебя уже привязанность к Богу, к старшим, к наставникам, духовной жизни сильнее, чем ко всем остальным, это значит, что ты им всем уже теперь можешь принести счастье. Потому что счастье может принести только тот, кто сильнее судьбы, а не тот, кто сильно хочет его принести. Вот, допустим, я сильно хочу помочь своей жене, а между нами тяжелая стена, допустим, стала, тяжелая судьба. Я буду биться в эту, и будет истерики просто, и все. Что я должен сделать? Я должен начать молиться, победить тяжелую судьбу, и дальше уже общаться спокойно. То же самое ребенок, допустим. Олег Геннадьевич, мой ребенок меня не слышит. Вчера мне в Тель-Авиве одна женщина говорит. Он меня не слышит. Между вами тяжелая судьба. Но это же мой ребенок, Олег Геннадьевич. Понимаете, он мой ребенок. Он всегда меня слышит, сейчас не слышит. Он жив, я говорю. Да. А что, Олег Геннадьевич? Что вы имели в виду? Я ничего не имел в виду. Я говорю, жив и радуйтесь. Что бывает еще и не хуже. Понимаете, да, о чем я говорю? Тяжелая судьба встает только между теми, кто вам близок. Ну, допустим, кто-то в трамвае, там инфаркт случился, и он нечаянно помнит. Неприятно. Вы в этом трамвае тоже едете. Но если бы это было с вашим близким, слово «неприятно» здесь уже неуместно. Понимаете, о чем я говорю или нет? Мы говорим об отношениях, которые рубят человека. И поэтому к ним надо относиться осторожно. Нужно сильно привязываться к Богу и смотреть, что происходит между нами. Если вы видите, что рубить начало чуть подальше, больше молитвы, выполнять свои обязанности, любовь в данном случае означает не добивать человека. потому что мы прыгаем в пасть кудалу. Теперь отношение к стране. Доброе, патриотическое. Потому что только это защищает страну. Понимаете, как только люди начинают верить, что мы сейчас выйдем на улицу, побьем кирпичами полицейских там или еще кого-то. И тогда воцарится счастье в стране. Это полная иллюзия. Понимаете, уже один раз так делали в 905 году. И что? Счастье воцарилось на 50 лет войны. Смена власти – это катастрофа. Катастрофа просто. И вот это все нужно на руку тем, кто хочет разрушить жизнь в этой стране. Поэтому не надо поддаваться. Нужно быть очень солидарными с властями. Все. Это благость. Страсть означает наплевать мне на эти власти. Я здесь живу, потому что мне здесь выгодно. Невыгодно поеду в другое место жить. Это страсть. А невежество – это предатель Родины. Взял и предал всех за деньги. Вот это невежество. В отношениях со старшими, с властями. В каждой стране есть религиозная культура. Что такое благость? Уважать и любить эту религиозную культуру. Вот здесь, допустим, христианская культура. Уважать и любить. Неважно, какая вера у человека. Это благость. Благость означает все сохранять. Ничего не портить. Понимаете? Если, допустим, вы видите, Москва – очень напряженный город. Люди все бегают, носятся, как сумасшедшие. Все угрюмые. Это не значит, что это плохой город. Потому что вы на Москву уже можете по-другому посмотреть. И тогда вы всем будете помогать уже, а не мешать. Но если вы начали с позиции невежества смотреть на этот город, тогда вы разрушили свою жизнь. Потому что вот эта сила напряжения в Москве, она имеет колоссальную природу. Если вы разозлились на Москву, вас сольет просто. Потому что здесь очень много напряжения. Поэтому учитесь его не замечать. Зашли в метро, слушайте духовную музыку, слушайте лекции. Ко всем относитесь по-доброму, но не слишком. Иначе вы соприкоснетесь с этой силой напряжения. Аккуратненько, ни на кого не обращая внимания, улыбаясь внутри себя. Если вдруг кто-нибудь улыбнется рядом, надо тоже аккуратненько им улыбнуться. Вы вместе. И самое главное, если страсть очень сильна в том месте, где вы живете, вы должны огромные усилия прилагать для того, чтобы дружить с теми, кто идет тем же путем. Огромные просто усилия. И тогда вы сможете победить свою судьбу. Именно эти люди будут спасать ваши семьи. Они будут спасать вашу психику от перегрузки. Они будут спасать вашу жизнь в тот момент, когда у вас будет тяжело. Вот это самое главное, это общение с благостными людьми. Это самое главное в жизни человека в мегаполисе. Самое главное. А еще лучше иметь наставника в своей вере. А еще лучше, если ты не просто его имеешь, а выполняешь его наставление хотя бы чуть-чуть. Запомните, все откладывать на завтра означает усталость. Означает, вы просто перегрузились, вы перенапряглись, вы живете неправильно, вы слишком много на себя взяли. Возьмите поменьше чуть-чуть, иначе вы вообще будете, жизнь трещину даст. Потому что главная проблема в жизни страстного человека – это надлом. Не ломайтесь, чувствуете, тяжело стало жить невыносимо. Значит, вам нужна духовная жизнь, нужен спорт. Нужно поменьше работать, стараться. А если работаете много, стараться не сильно вкладывать сюда. Погиб смертью храбрых. Ради вот такой-то фирмы. Круто. Круто. А если вы видите перед собой вот это вот, то тогда можно и убежать от этого. Допустим, если ваш начальник находится уже в жутком невежестве. Понимаете? Тогда меняйте место работы. Запомните, с невежеством контакт всегда очень осторожный. Со страстью – сотрудничество, дружба, но не сильно глубокое. А с благостью сближаться со всех сил. Понимаете? Такой принцип человеческой жизни. Если вот вы с этим вот соприкоснулись, и это над вами стоит, в вашей жизни пришло вот это, вы скажете, это моя судьба жить с таким человеком. Судьба вас проверяет на вшивость. Если змея перед вами ползет, это не значит, что надо к ней подползти и узнать, как судьба подействует. Как знаете, вот эти стрелялись, да, там типа в рулетку играли, да? Усарская рулетка там. Выстрелит или нет? Когда-нибудь обязательно выстрелит. Вот такие люди – это очень опасно. ПЕСНЯ 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 Ты же видела, куда шла? Или другая мне говорит, Олег Геннадьевич, у меня муж такой, знаете, если я от него уйду, он меня убьет. Ты сама видела, кому ты шла. Понимаете, есть очень высокий уровень невежества бывает, сильно, ну, отсюда надо уже бежать, понимаете, это надо уже спасаться бегством, понимаете, спасаться бегством надо. И такое тоже бывает в жизни, ничего не сделаешь. В зависимости от того, куда папа понесла, куда принесла судьба. Моя мама, Олег Геннадьевич, ну, как бы не дает мне выйти замуж. Она требует ухода за собой, внимания, и она считает, что если я не буду, как бы, за ней ухаживать, и выйду замуж, то, значит, я ее бросила, и я предала ее судьбу. Это невежество. То есть мама что говорит? Доченька, помри вместе со мной. Очень сложно понять доченьке, как ей себя вести, потому что она же хорошая, а мама пользуется этим. Какой выход? Твердая позиция. Отодвинуться от мамы и начать свою жизнь. Потому что мама не имеет права забирать твою жизнь ради своей. Если она болеет, ну, хорошо, можно найти ей нянечку. Но если мама говорит, сиди со мной, и замуж не выйдешь, тогда эта мама находится в невежестве, и с ней нужна сильная дистанция для того, чтобы сохранить себя. Итак, как мы относимся к этому городу? Хорошо. Как надо относиться к политике? Хорошо, но подальше. Не надо слушать эти все вот новости политические, понимаете? Политика предназначена для сохранения страны. Но сохранение идет за счет противовеса, понимаете? То есть, другими словами, мы хорошие, а они какие? Плохие. А вот это означает уже страсть. И вот в это уже человек не должен погружаться. Мы хорошие, согласен. Они плохие, это ваше дело. Понимаете? То есть, если вы поверили, что, допустим, украинцы плохие, значит, тогда вы находитесь в страсти. У них такая судьба, вот у них такая жизнь. Надо просто молиться. В стране очень тяжело, тяжелая ситуация. Все. А если говорить, они плохие, и называть там еще как-то склонять их нацию, там и так далее, то это уже страсть, переходящая в невежество. Понимаете? Мы русские хорошие, украинцы плохие. Вот это уже неправильное мышление. Это, ну, как бы, это политики, это нужно для того, чтобы сохранить себя. Политика, политики всегда... Ну, политики это нужно. Ну, допустим, нужно оружие сильное в стране, чтобы она сохранила мир. Понимаете? Чтобы сохранить мир, нужно быть очень сильным, иначе тогда будет война. Война идет там, где есть слабость. Там вот кто решил, что можно быть слабыми, они все там страдают, потому что нет защиты. Нет защиты, значит, будет нападение. То есть на уровне мировом вот такие вещи, они нужны. Но не на уровне сердца человека. У нас не должно быть в сердцах врагов. Понимаете? Потому что вражда с другими странами означает разрушение сознания. Мы дети одной земли. Мы не должны ни с кем враждовать. Но при этом человек должен защищать свою родину, любить ее, уважать старших, подчиняться власти. И не быть против того, что есть политика. Политика нужна для самосохранения. Вот, допустим, у нас в теле есть политика или нет? У нас в организме есть политика? Нету? Вы ошибаетесь. У нас там есть макрофаги всякие, знаете, внутри в организме. Это политика. И они находятся в жуткой страсти. То есть если что-нибудь не то, они увидят, сразу сожрут. То есть они видят бактерии, не так себя ведет. Они все равно и все. Почему? Потому что иначе организм будет разрушен. Это означает, какая-то система требует поддержания и власти. Там обязательно должна быть армия. Обязательно должны быть силы быстрого реагирования. Иммунитет там и так далее. Так устроен этот мир. И не надо это считать чем-то плохим. Это все нормально. Но не надо туда лезть слишком сильно своей головой. Если ты по природе макрофаг, допустим, один человек приходит ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, я как бы хочу в армии служить. Ну, хочу как бы, хочу воевать. Но его природа такая. Очень хороший человек. Благостный человек. Очень хороший человек. Но он воин по природе. Ему надо защищать Родину. Это его природа. И он идет и защищает. Какие у вас вопросы, тема очень сложная для понимания. Мы говорим только о том, как строить отношения с разными категориями людей. Это очень сложная тема. Ваш вопрос? Где благостных людей ходят? В храмах. Там не все благостные люди? Вот смотрите. Да, да. Ну и что? Какая разница, какая вера? Если вы хотите благостных людей, идите к благостным людям. Не надо никому подходить. Надо понять принцип. Благость – это ваше внутреннее сознание. Внутреннее. Если вы видите в людях недостатки. Ой, это, кстати, хорошая тема. Спасибо. Если вы сильно видите в людях недостатки, это не признак благости. Допустим, вы приходите к храму. Это не благостный человек. Это не благостный. Это не благостный. Пошли, они нафиг все. Все. Это не благость. Благость означает, что вы приходите в храм и видите в основном в людях хорошее во всех. Это благость. Все люди имеют недостатки. Вот если посмотреть на меня с критической точки зрения, на Олега Геннадьевича, куча недостатков вообще, отстой. Все она себя корчит. Ну, а если в интернет еще заглянуть, вообще там много интересного можно почитать. И правильного, и неправильного. Благость означает очень сильная склонность к чистому и правильному восприятию личности. Вот это благость. Если ты сходишь в храм, ты смотришь, поклонение идет. Ты получаешь счастье от этого поклонения. Понимаете? И различать надо. Вы говорите, там в храме далеко не все благостные люди. Там есть благостные люди, а есть смесь благости со страстью, есть смесь благости с невежеством. Сейчас объясню, как выглядит. Вот, допустим, вы заходите в храм какой-то, да? К вам подбегает какая-нибудь бабка и говорит, ладочек одень. Это смесь благости с невежеством. Это нормально. Ну, слава Богу, что она там в храме, понимаете? Иначе она в подворотке где-нибудь находилась. Допустим, вы приходите в храм, и там кто-то стоит вот так вот. Вот. Это смесь благости со страстью. Нормально. Вы заходите в храм, допустим, и там просто стоит добрый человек, смотрит на вас добрыми глазами, не подходит вам, ничего не говорит. Просто радуется вам и все. Это чистая благость. Скромная, мудрая, разумная, верная, глубокая. Это благость. Но она никогда не лезет в душу. В душу лезет только страсть и невежество. Поэтому с благостью еще надо научиться дружить. Понимаете, благостные люди, они не любят говорить о политике, о чем-то плохом. Они говорят только о возвышенных вещах. А если тебе это неинтересно, что ты с ним о чем будешь говорить? Поэтому ты просто рядом находись, вот приди туда, где люди собираются благостные. Хотя бы чуть-чуть благостные. Если ты сильно благостный, то тогда не заметишь, что они сильно невежественны. Благость – это когда человек видит чистоту и старается не обращать внимания на плохое. Это благость. Но если когда человек видит только плохое и не видит чистоты, то это какой тут благость? Самое главное, понимаете, на пути самосовершенствования – это изжить из своего сердца критику. Если ты видишь недостатки в человеке, это значит, что ты не понимаешь вообще, как устроен этот мир. Потому что если ты видишь недостатки, значит сразу помогай. Что значит помочь человеку? Принять эти недостатки, переварить, помолиться за него, успокоиться по поводу этих недостатков. И это значит, что ты помог ему исправить. Но если ты не можешь с этим ничего сделать, тогда не надо смотреть. Если ты смотришь, ничего не можешь делать, значит что получается? Ты сам начинаешь становиться таким же. И начинаешь тоже так же себя вести. Только ты думаешь, что ты правильно себя ведешь при этом. Это двойственность. Страсть – это двойственность. Вот, допустим, ты пришел в храм. Уходишь оттуда, говоришь, там такая вера вообще, капец. Чем ты лучше их в это время? Ничем. То есть они так себя вели, и ты так себя ведешь. Это страсть. Двойственность. То есть человек в страсти, он очень сильно подвержен двойственности. Если ты в благости находишься, ты пришел в храм, увидел, как служба поклонения идет. И как бы тебя спросили, как там поклонение. Ты говоришь, мне очень понравилось вот то-то, то-то, то-то. А это ты заметил, что там есть? Ну ничего страшного. Это ничего страшного. Это благость. Ну то есть ты заметил, что там благость не означает слепой человек. Ты заметил, что там есть косяки. Ничего страшного. Они справятся. Это значит, что ты их благословил. Но если ты начинаешь с сарказмом, это значит, что ты такой же, как они. Разницы никакой нет. Если одна собака гавкнула на другую, та начала гавкать, человек мимо проходит, он видит, две собаки гавкают. Кто первая начала, он не знает. Между ними нет разницы для него. Это страсть называется. Благость означает не гавкать. Как выбрать наставника или несколько благостных? Если несколько благостных наставников не можете выбрать, да? Значит, вы в страсти. Потому что благостный человек, он выбирает сразу всех троих. У благостного человека нет разделения. Вот это мой наставник, все остальные не мои наставники. Вот это моя вера, все остальное я должен забыть. Благостный человек, он, понимаете, он все любит вокруг. Вот это все девушки хорошие, но лишь одна меня тревожит. Это благость. Одну полюбил, все плохие девушки, только это хорошее. Это страсть. Эта девушка хорошая, если она меня любит, а если не любит, я ее ненавижу. Это уже невежество. А если не любит, я ее убью. Это невежество. Надо выбрать всех троих. А какой из них войдет глубже в ваше сердце, Бог выберет. Общайтесь со всеми троими. Любите всех наставников. Какой глубже зайдет в ваше сердце, Бог решит. Потом с ним только общайтесь больше. Но всех остальных любите так же. Не надо думать, если я с ними не общаюсь, я их предала. Это страсть так думать. Олег Геннадьевич, можно ли мне, я нахожусь в этой вере, можно ли мне заходить в другой храм? Нет, нельзя. Это страсть. Вам от природы, потому что у вас идет именно физическое истощение. Вам нужна природа. Также вы обижены на людей. Вам нужно учиться добрыми людьми строить отношения. С Богом у вас достаточно хорошее отношение. Вы туда сильнее продвинулись. Но остального не хватает. Силы берутся от божественного. Если здоровье плохое, допустим, у вас страдает кровообращение, нервная система. Это здоровье. Бог дал природу специально для того, чтобы оттуда здоровье брать. А природа, допустим, вы скажете, в Москве, Олег Геннадьевич, где природа? Да, она везде природа. Вот дерево растет, это природа. Если вы любите деревья, вы получаете сразу силы от них. Через любовь это идет. Движение также на свежем воздухе. Но понимаете, еще раз повторяю вам. Благость означает, что вы перешагиваете через определенный барьер. Еще раз вновь и вновь говорю. Человек благостный – это не человек этого мира. Если вы хотите любить природу, вам придется быть не как все. Вам придется выходить на улицу и делать там зарядку, а все остальные будут над вами подсмеиваться. Потому что все остальные, они вас испытывают. Благостный человек – это человек не из этого мира, понимаете? Если человек выбрал себе веру, он уже не как все. Если человек желает всем счастья, он уже не как все. Если человек делает зарядку, он уже не как все. Это определенный вызов этому миру. И надо принять, что это так. Благостный человек – это не тот человек, который вместе со всеми. Это тот, который идет туда, куда надо. Понимаете? Вместе со всеми далеко не уйдешь. Как строить алтарь, если муж одной верит, а жена другой? Кому строить алтарь? Двум благостным людям или двум страстным или двум невежественным? Двум невежественным людям. Надо строить алтарь в разных кормах, так и закрывать их на замок. Не за Бог тот зайдет. Будет капец. Двум страстным людям надо строить два алтаря и аккуратно относиться, не заходить на чужую территорию, но сильно уважать. Строить деловые отношения, добрые отношения. Это твоя вера, это моя. Мы друг друга не сдрогаем, но любим друг друга. Благостным людям делать один алтарь, ставить как бы поклоняться сразу вместе всему. Но вы не можете искусственно стать благостным, если вы страстный или невежественный, если вы понимаете. Поэтому вы разберитесь, кто вы, на какой платформе вы находитесь, и учитывая свою платформу, сделайте алтарь. В чем разобраться? Я же вам показывал таблицу целую. Микрофончик дайте, у нас с микрофоном давайте будем общаться. Сложная тема, очень сложная. Мы все такие, да. Мы все смешаны. Мы все смешаны. Посмотрите, если вы домой пришли, глазки закрыли, думаете о том, как изменить мужу. Это значит, что у вас идет склонность к невежеству. Если вы глазки закрыли и думаете, как вам заработать больше денег, это значит, что у вас есть склонность к страсти. А если вы глазки закрыли и думаете, я желаю всем счастья, и спать легли в этом состоянии, значит, у вас склонность к благости. Склонность всегда в человеке проявляется, когда он расслаблен, не напряжен. Также по поведению. Вот, допустим, вы как бы одеты очень ярко. Это страсть. Если бы, допустим, вы одеты были чистенько, спокойненько, это благость. А если бы вы пришли с рваными джинсами на одних местах, то это невежество. Ну, то есть, склонность определяется по поведению человека. Если, допустим, вы пришли и говорите, Олег Геннадьевич, ну, как определить благость, страсть и невежество? Значит, вы в страсти, преобладание страсти. Если вы говорите, Олег Геннадьевич, как определить благость, страсть и невежество? Значит, вы в благости. А если вы говорите, Олег Геннадьевич, что вы здесь нам это килько травите? По существу говорите. Это невежество. В чистом виде. А? В чистом виде. В чистом виде ничего не бывает. Все смешано. А что изменяет человек? Я меняю структуру себя. Мне в Екатеринбурге я читал лекцию «Связь болезни с характерами». Одна женщина мне задала вопрос, на который я не смог ответить. Она меня спросила, а если потеет только левая пятка? Какие качества характерны? Олег Геннадьевич, вот у меня есть склонность до благости. А если я меняюсь постоянно, у меня то благость, склонность, то страсть, то невежество, то тогда что, Олег Геннадьевич? Я не знаю. А? Неустойчивость означает страсть. Все, значит у вас склонность к благости. Вы выпиваете с ним-то? Вот смотрите, если вам тяжело что-то делать, это не значит, что вы и поменялись. Это значит, что вы попали в разную среду. Я об этом и говорю. Старайтесь держаться от страсти подальше, от невежества еще дальше и ближе к благости. Понимаете, вот бабушке ближе надо держаться, а с мужем осторожнее, если это так. Но это не значит, что он плохой человек. Мои хорошие, если вам где-то тяжело, это не значит, что вы как бы... Вот смотрите, что значит человек все время меняется. Вот женщина меня, девушка меня поставила в тупик как бы. Вот представьте, что значит все время меняюсь. Я, значит, Олег Геннадьевич читает лекцию такую, говорит о Боге. Пришел домой, ну как бы себе в гостиницу и немножко выпил. Ну поменялся. Он был таким хорошим, благостным. Раз, опа, немножко выпил. Ну чуть-чуть невежества вошел. А потом пошел на футбол. Говорю, ну чуть-чуть поменялось. Потом опять на лекции. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Ну примерно так. Что это значит? Это значит, что человек не в благости находится. Он неустойчив. Он только и движется в этом направлении. Он очень сильно подвержен влияниям окружающей среды. Это значит, привязан ко всему. Если я, допустим, привязан к кабаку, да, я прохожу мимо и такой, ну не могу не зайти. Посмотрите, как они там деградируют. Я могу там это объяснить себе, как угодно, как бы, но если я туда захожу там и слышу там, да-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на, там поют, да, ну вот деградируют. Ну мне нравится, я сижу смотрю. Это называется привязанность. Потому что я привязан к этому ко всему. Но если я не привязан, я туда не зайду. Один человек подошел ко мне, искренне очень спросил, Олег Геннадьевич, как вообще вы без мяса-то? Бедный. И как бы я не знал, что ему сказать. Я так страдаю без мяса, так страдаю. Или вы вообще нисколько не пьете? Вы вообще как бы себе не позволяете? Я говорю, что позволять-то? Понимаете? То есть это смешно для меня, потому что человек мне говорит о том, что я живу в жутких аскезах. Понимаете? А я сегодня, меня так накормили, что я или сижу. Понимаете? Благостная пища, она вкуснее, питательнее, в тысячу раз лучше, и жить без вина вообще супер просто. Понимаете? Это классная жизнь. Здесь нет никакой аскезы, если ты это понял. И купаться в проруби, это вот так вот. Это не типа я себя на каторгу веду. И пробежаться 16 километров, это вообще просто по природе, это вообще высшее, высшее, как бы, счастье. Понимаете? Благостная жизнь, это не аскеза. Это счастье. Просто люди, которые находятся в другом сознании, они этого не понимают. Ты чего, Олег Геннадьевич, никогда жене не изменял? А зачем? В дерьмо. Зачем? Если чистые, светлые отношения с женой, зачем в дерьмо? Просто понять это надо, да? Но если у человека все меняется, это значит, что он еще просто не понял. Он стоит на этом пути. Изучайте. Когда поймете, что такое благость, вам не захочется в дерьмо. Моя хорошая, я перестал мясо есть давно, 30 с лишним лет назад. Я уже даже не помню его вкус. А вот родители ваши, они вас младенцем не кормили год, полтора года. Не только младенцем. У меня мама была, занимала первые места 8 раз. 7 раз первое, один раз второе. В конкурсе поваров в районе, в Таляде. И она меня кормила вот так вот. Сложный вопрос. У меня дочка родила ребенка, живет в Ринлянде, от меня кто родился. Говорит, я буду ребенка кормить только, как Олег Иванович Торфунов. Только ни мяса, ни яиц, ничего она не дает, никакие деки. Помрет ребенок. Я просто вопрос. Я не говорю, хорошо, я не сжигался. Не, помрет, помрет точно. Даже без мяса ребенок не может жить вообще. Нет шансов. некоторые говорят, ну, я изучала, что вроде бы запрещено детям вегетарианство. Вегетарианство, да? Запрещено. А именно вот ничего белкового не дает. И молока даже не дает. Она пока кормит грудью. Значит, белковое что-то есть? Да. Но если она перестанет грудикормить, ну, вот этот вопрос важный. Нужно ли что-то включать в рыбу, мясо, ну, надо, конечно, без этого вообще невозможно жить. Я, знаете, я подъедаю на самом деле. Я подъедаю тоже. Без мяса вообще никак. Моя хорошая, у меня ребенок даже не нюхал мясо никогда. Даже не нюхал. Вы находитесь в жутком невежестве просто. Вы не понимаете истины. Я вам говорю. Я вам передаю. Что эта пища никому не нужна. Эта пища не нужна человеку. Она не несет ему никакой пользы вообще. Она существует только по одной причине. Есть три вещи, которые люди очень сильно любят и ждут и знают. И они существуют только по одной причине. душа в этом мире очень сильно привязана к телу. И поэтому она хочет есть плоть, потому что это называется грубое телесное, грубое желание тела. Это есть плоть, поедать плоть. В этой плоти только один смысл это желание наслаждаться телом. Тонкое желание наслаждаться телом это секс. А вино разжигает желание наслаждаться телом. И человек, который привержен этим трем вещам очень сильно никогда не поймет себя как вечную душу. А что касается пищи, то самая лучшая пища это молоко, а не мясо. То есть молочные продукты они усваиваются легко, они очень глубоко входят в организм и глубоко ему помогают. А если уж говорить о веганах, те, которые молоко не едят, то и таких тоже я видел, и таких детей. Понимаете, и эта пища тоже очень хорошо усваивается, и даже без животного белка тоже можно человеку спокойно жить без всяких проблем. Да ничего вам непонятно, потому что вы привязаны к мясу и думаете, что эта пища очень нужна и полезна, потому что она наслаждает ваши чувства лучше, чем всякая другая, и все. Вы находитесь невежественной просто, вы не понимаете, что эта пища не дает человеку никакого блага, вообще никакого блага. Она является главным канцерогеном. в пища находится очень сильный депресняк, в этой пищи находятся все токсины, понимаете, все гормоны, которые только впихивают антибиотики сейчас в эту мясную индустрию. Человек жрет вместе с этим мясом эти гормоны, понимаете, антибиотики. Я уж не говорю о том, что это вообще пища является продуктом гниения. Там запускаются эти гнилостные функции, и вы их не остановите. В этот депресняк весь себя идите и думайте, что это вам поможет, и хотите, чтобы ребенок это ел. А я, будучи маленьким ребенком, мне было всего три года, я это помню сейчас, как бабушка с дедушкой, любя меня очень сильно, они зарезали свинью у меня на глазах, и потом пожарили ее кровь и дали мне попить. Я потом полоскался. Ужас. Ужас у вас в башке. Да. Близкие отношения, мои хорошие, семейные, всегда действуют разрушительно. Но эти отношения нужны, потому что мы кому-то что-то задолжали. Близкие отношения всегда означают долги. То есть мы находимся в близких отношениях с людьми, потому что мы должны этому миру что-то. Человек, когда рождается в этом мире, он должен отдать долг. Понимаете, вот само рождение в этом теле означает, что тебя кто-то родил. Ты за это должен платить. Это называется близкие отношения. понимаете, если ты заплатил, ты получил счастье. Не хочешь платить, не получишь. Вот допустим, у тебя есть жена, да, и двое детей, допустим, ты живешь с ними, приходит плохой период у твоей жены, и ты чувствуешь, что у тебя жизнь дала трещину. Ты нормально жил вообще, но теперь жена плачет целыми днями, она скулит, ноет, дети тоже ноют. Ты попал в ад, и человек думает, да нафига мне это надо, и он уходит от своей жены, от своих детей. Почему он уходит? Потому что он не знает, что он должен отдавать долг. Но если он это знает, он в благости живет, он тогда молится за них, заботится о них, и дальше что происходит? Бог ему дает свои награды. Он говорит, молодец, хороший человек, я дам, подарю тебе теперь счастье, потому что ты свой крест взял и отнес куда надо. Ты не поддался на провокацию. Это значит, что ты настоящий человек, и ты получишь от меня счастье. Точно так же, как получил страдание. Я вам говорю много раз, где брать силы. Много раз вам говорю, что силы берутся из памяти. Если ты включаешь те, кто молится, и начинаешь молиться вместе с ними, то оттуда идет сила, которая отодвигает судьбу. Это называется душевная сила. Есть еще нравственная сила, она идет от добрых людей. Добрые люди это тоже посланники Бога. Не астрологи и психологи, а те, кто тебя любит по-доброму, как человек. Вот когда ты к ним идешь, они по-доброму с тобой общаются, это от Бога люди. Кто такие добрые люди? Вот когда тебя бросили, от тебя все отвернулись, а добрый человек останется с тобой. Это от Бога человек. Иди к нему, общайся с ним, и он тебе успокоит сердце. Он дарит тебе в сердце силу, ты поймешь, что в этом мире есть смысл жизни, жить, потому что есть такие люди. Это люди сосет сисю и наполняется сисей, когда он маленький, грудной. Точно так же мы, как грудные дети, питаемся каждую секунду своей жизни от матери земли. Мы просто этого не понимаем. Но если человек все это осознал, тогда, когда ему плохо, у него здоровье плохое, он идет к матери земли. Вот допустим, у вас страдают сосуды сейчас в организме. Почему? Потому что вы недостаточно двигаетесь на природе. часов ходить раз три дня там. У вас сосуды нормализуются все с кровообращением. Так будет действовать природа на вас. Бог вас наградит. Плохой период не был. силы идут от природы добрых людей, от Бога. Перестаньте находиться в страсти. Находите время. И смотрите, мои дорогие друзья, если у вас выбор работа, семья и зарядка, работу никуда не денешь, да? Без нее человек не выживет. Правда? Дальше зарядка идет, понимаете? дальше движение на природе, потому что вы, если выберете семью, то что вы ей дадите, у вас нет сил. Близкому человеку нужна всего лишь одна улыбка от вас. Часто просто 10 минут улыбки и доброй беседы, этого вполне достаточно близкого человеку, чтобы рядом жить. Понимаете? Но если вы не наполняетесь, если вы думаете, что мне надо как бы семье уделять время, я не могу себе уделить время, это значит, что вы как бы выбрали неправильное мышление. Ну, примерно такое, промчался он, промчался он, звездой горящей, погиб, охваченный огнем. Понимаете? То есть никому это не надо. Вот никому ваша смерть героическая не нужна. Выбирайте природу. Выбирайте природу. Что? Моя хорошая, вам надо выбрать природу. Из-за вас никто это не выберет. А если как бы на вас действует тяжелая судьба, то здесь ничего не сделаешь. И стучи с перебоями там чужие слова, там дурная волва, там ненужные встречи случаются, там сгорела, пожухла трава, и следы не читаются в темноте. Там и звуки, и краски не те, только мне выбирать не приходится. Очень нужны я там в темноте. Ничего распогодится, там чужие слова. Ничего распогодится. Так человек должен жить. Не надо бояться, не надо ломаться. Но надо идти на природу. Вы этого не понимаете просто. Вы говорите, мне что-то мешает. Вам истощены. Но вы не знаете, чем наполнится. Я вам сказал, чем наполнится. Идите на природу. Всем там желать счастья. Идите долго, без остановок. Вам станет легче. Это легче передаться сразу же вашим мужем, вашим детям. Вы просто не знаете, как побеждать судьбу. Вы не знаете, что мы связаны друг с другом нитями. Вы не знаете, что если вы пойдете на природу, то вы будете помогать мужу. А если вы будете рядом с ним, то вы будете его разрушать. Когда наступает тяжелая судьба, не находитесь рядом со своими близкими людьми. Идите туда, где вы будете наполняться. И тогда им будет становиться легче. Я вам тысячу раз это сказал, но вы все равно меня не слышите. услышала хорошо, замечательно. Благость, вот что такое благость. Я русую новый мир, пусть моя не сахнет кисть, я русую новый мир, эй, прохожий, обернись, если что-то ты хотел в этой жизни изменить на руку в своем окне никаким он должен быть в своем окне вот здесь. И я верю, что тогда каждый кисть свою возьмет с наших окон дам к настоящим и пойдет. И у нас тут и долгий век без обид и слез в глазах, где ты добрый человек, это все в моих руках. Ты посмотри, на моем окне я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где он всегда царит, мне когда нужен мир. Давайте рисовать завтра, чтобы все были на ретрите. Не надо мне рассказывать, что вам помешало. Потому что, если вы туда придете завтра, то вы сможете убрать занозу из своего сердца, которое вам мешает. Человек побеждает судьбу только взаимодействуя с сильными силами, которые связаны с Богом. А если он думает, что ему некогда туда приходить, то значит он как раз и находится в страсти. То есть он зажат судьбой и тает на глазах. Заставьте себя идти туда, где победа над судьбой живет. И тогда вы увидите, как легче станет. И поймете, о чем была речь на лекции. Вам можете оторваться. Идите туда, где победа над судьбой есть. И тогда все станет легче в вашей жизни. Это благость. Благость означает оторваться удушающего влияния привязанности. Идти туда, где царит победа над судьбой. И потом вернуться назад своим близким. Уже с силой внутренней. Все сели прямо? Тема очень большая, объемная и сложная. Я вот все, что мог, сказал вам. Надеюсь, что что-то внутрь прошло. Видите, можно много говорить, но сейчас, когда мы выйдем из зала, я буду с вами общаться, вы будете опять задавать мне те же вопросы, и я вам буду лично говорить то же самое, что говорил на лекции, каждому индивидуально много раз, потому что очень трудно то, что говорится, понять непосредственно к своей жизни, потому что очень сложные вопросы. Хоть они простые кажутся, но они очень сложные на самом деле. Все просто очень. Я вам все просто рассказал, как надо действовать. Но действовать так очень сложно. Надо пытаться изо всех сил это делать. и даже если человек совсем ничего не соображает, ты от него отодвинулся, живешь в молитве, стал сильным, у него есть шанс начать соображать, есть шанс в этом случае. но если ты рядом с ним и он тебя унижает и оскорбляет и предает шанса нет. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, счастья, я желаю всем Я желаю всем счастья. 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 Я желаю... Я желаю всем счастья. Я желаю... 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 Всем счастья. Я желаю... Я желаю... Я желаю... Я желаю... Всем счастья. Я желаю... Я желаю... Я желаю... Всем счастья. Я желаю... 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 Продолжение следует...